Аллилуйя Ты прошел жизнь и смерть, Иисус, ты все победил. Ты прошел. Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, как нам жизнь оберать вернуть. Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть. Аллилуйя, за все мой Бог! Аллилуйя, за все мой Бог! Аллилуйя тебе, Иисус! Спаситель, Искупитель из болота извлек меня, Бог крепкий, Изменен я навсегда! И ты пришел из вечности далекой, В мир, где мы живем, Любимый Божий Сын! Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть. Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть. Аллилуйя, за все мой Бог! Аллилуйя, за все мой Бог! Аллилуйя, за все мой Бог! Мы пробиваем на этом месте этот воздух лучами Твоей правды, Лучами Твоей истины, Иисус! С каждым ударом, с каждой нотой, с каждым звуком Мы пробиваем это место, Иисус, Твоим светом! Ведь Ты пришел из вечности далекой, Ведь Ты пришел из вечности далекой, В мир, где мы живем, Любимый Божий Сын! Господь Иисус, мы приходим к Тебе, Божиим! О, Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, Твое имя оно сильное, В Твоем имени сила для нас Бог, В Твоем имени крепость, В Твоем имени сила, чтобы поднять нас Иисус! Мы благодарим Тебя, Господь! Возвыть к Нему свой голос, Возблагодари Его, скажи, как Он дорог Тебе, Скажи, что Он твоя сила! Бог моя сила! Скажи, Бог моя сила! Он моя помощь! Он моя крепость! Он делает мои руки сильными, чтобы побеждать! Он укрепляет мои ноги, чтобы наступать на всякую силу вражью! Господь, Твоя правда и истина дотекут на этом месте! Мы благодарим Тебя, Господь! Мы поклоняемся Тебе, Иисус! Ты прошел жизнь и смерть! Ты прошел жизнь и смерть перед нами! И теперь мы смело и уверенно можем следовать за Тобою! Потому что у нас есть надежда на будущность, Надежда на славу Твою, на силу Твою, мой Бог! Прославим Тебя! Прославим Тебя! Прославим Тебя! Иисус! Прославим Тебя! Прославим Тебя! Прославим Тебя! Ведь Ты прошел жизнь и смерть! Ты прошел жизнь и смерть, И на третий день воскрес! Ты открыл миру путь, Как нам жизнь опять вернуть! Ты прошел жизнь и смерть, И на третий день воскрес! Ты открыл миру путь, Как нам жизнь опять вернуть! Аллилуйя! За все мой Бог! Аллилуйя! За все мой Бог! Аллилуйя Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Иисус! Мы возвышаем Тебе наши руки, Иисус! Мы благодарим Тебя! Умножь в нас веру Твою! В веру, которую мы можем сдвинуть в горы! У кого мало веры, пусть просит, не сомневаясь! Умножь в нас веру, Иисус! Умножь в нас веру, Иисус! И все, что есть во мне, живет для Бога! Ничто и никогда не отделит меня от плана Твоего! Ведь знаю я, кто то во мне намного сильней того, кто в миру живет! Верой! Верой! Сдвинуть даже горы! Во Христе я все смогу! Я знаю! Верой! Стоять я буду твердо! Укрепит меня Господь! Я все смогу! Верой! Сдвинуть даже горы! Во Христе я все смогу! Я знаю! Верой! Верой! Стоять я буду твердо! Укрепит меня Господь! Я все смогу! Халилуя! 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 У-у-у-у-у-у-у-у! В награде я стремлюсь, все силы отдаю, И все, что есть во мне, живет для Бога! Ничто и никогда не очевид меня От плана твоего беззнаю я Кто-то во мне намного сильней Того, кто в миру живет Верой сдвинут даже горы В офисе я все смогу Я знаю, верой стоять я буду твердо Укрепит меня Господь Я все смогу Верой сдвинут даже горы В офисе я все смогу Я знаю, верой стоять я буду твердо Укрепит меня Господь Я все смогу Ой, как-то нужна такая вера, чтоб мы все реально смогли Я не знаю, у кого какая сегодня здесь вера У кого она крепкая, сильная, укорененная, глубокая Кто-то, может быть, в каких-то сомнениях пребывает Боже, умножь в нас веру Умножь в нас веру так, чтоб мы могли сказать С тобой я все смогу С тобой все смогу С тобой я все смогу С тобой я все смогу С тобой все смогу С тобой все смогу С тобой все смогу Только барабаны Мы не можем говорить просто С тобой я все смогу Ну да, наверное, я с тобой что-то смогу С тобой я все смогу Да? Я правда с тобой все смогу? С тобой я все смогу Я реально с тобой все смогу Скажите только вы сейчас С тобой я все смогу Готовы? С тобой я все смогу С тобой я все смогу С тобой я все смогу Скажи ему, возвыть свой голос Поверь в это, с тобой все смогу Вы молодцы Все вместе Почему? Потому что тот, кто во мне Тот, кто во мне намного сильней Того, кто в миру живет Тот, кто во мне намного сильней Тот, кто во мне намного сильней Того, кто в миру живет Верой, свинут даже горы По Христе я все смогу Я знаю, верой, стоять я буду твердо Укрепит меня Господь Я все смогу Верой, свинут даже горы По Христе я все смогу Я знаю, верой, стоять я буду твердо Укрепит меня Господь Я все смогу Аллилуйя тебе, Иисус Бог твой Бог твой за тебя Бог, который за тебя Дает тебе силу Бог мой за меня Аллилуйя, Иисус Господь, дай нам поверить Нашими всеми силами Что ты за нас А если ты за нас Никто Никто не может быть против Я благодарю тебя, Иисус За твою силу За твою победу И за твою власть Которую ты даешь Верным Верным Твоим Это твоя армия, Господь На земле Я на линии огня И поток раскаленных стрел Враг готов вмиг обрушить на меня Но я должен быть смел Я рожден Побеждать с моим отцом И врагу Не сломить меня Я склонюсь Только пред твоим лицом Пред величием царя Бог мой за меня Я не отступлю Это его война И в его строю Все, что я могу Отвечать ему Да, Господь Бог мой за меня Господь сел со мной Окружил меня Славой, как броню Все оружие дав И наполнил Густа полной Не забудь Для чего ты был рожден Слышу я Голос в глубине Не страшись Лишь испытанный огнем Может, может, жить при огне Бог мой за меня Но не отступлю Это его война И в его стране Все, что я могу Отвечать ему Да, Господь Да, Господь Бог мой за меня Господь сел со мной Откружил меня Славой, как броней Все оружие дал И наполнил Густа полной Бог мой за меня Бог мой за меня Бог мой за меня Я не отступлю Это его война И в его стране Все, что я могу Отвечать ему Да, Господь Да, Господь Бог мой за меня Господь сел со мной Окружил меня Славой, как броней Все оружие дал И наполнил Густа полной Наполняй, Господь Иисус Наши уста хвалой Наполняй наши руки Твоей силой Наполняй наши сердца Твоей чистотой Выжигай Выжигай твоим огнем Всякую грязь Всякий компромисс Всякую нечистоту Иисус Выжигай прямо сейчас По имени Иисуса Христа С каждым ударом Приходит твой огонь Сходит твой огонь, Господь Твой огонь очищения Хвалой мы открываем небеса Хвалой я открываю небеса Надо мной Открой над собой небо хвалой Хвалой я открываю небеса Хвалой я открываю небеса Надо мной Хвалой я открываю небеса По имя Иисуса Христа По имя Иисуса Христа По имя Иисуса Христа Скажи Ему По имя Иисуса Христа по имя и а и 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 сил и и и и и и Иисуса есть сила, сила в имени Иисуса. Есть сила, есть сила, да, есть сила, в имени Иисуса есть сила, есть сила, сила есть, сила есть, это сила есть, бери эту силу, бери эту силу верой, бери эту силу верой сейчас. Да, есть сила, есть сила только в имени Иисуса, есть сила, я знаю, что есть эта сила, Иисус, в твоем имени, есть сила только в имени Иисуса, я верю, скажи ему, что ты веришь, Иисус, Иисус, мы преклоняемся пред тобой, Господь, мы склоняемся пред тобой, Иисус, мы склоняемся пред тобой, Господь, Мы говорим, ты нужен нам, Иисус, ты нужен нам больше, чем вчера, Иисус, ты нужен нам, нам нужна твоя святость, Иисус. Без святости никто не увидит Бога, а мы хотим, мы хотим видеть тебя, Иисус, мы хотим видеть тебя, Бог, мы хотим видеть тебя, Творящим, мы хотим видеть, как ты разбиваешь все цепи, потому что в твоем имени, Иисус, есть сила, есть сила, есть сила поднимать нас в твоих руках. Все, Иисус, у Тебя всякая сила, Боже. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя. Это время поклонения, это время молитвы, это время Твоего разговора с Ним. Иисус, 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 пусть будет особенное Твое присутствия, Господь Иисус, во имя Иисуса Христа, да пропитается Воздух Тобою, Иисус, Духом Твоим Святым да пропитывается Воздух. Цепи падают, цепи падают, Люди поднимаются, Цепи падают, цепи падают, Мертвые воскрешают, Цепи падают, о, цепи падают. Пусть сейчас будет просто молчание, продолжение действия инструментов. Поговори к нам, Иисус, Твой голос, Иисус. Побудь в Его присутствии сейчас, ощути Его, попроси Его коснуться Твоего сердца. Во имя Иисуса Христа, помазание через клавиши, помазание через барабаны во имя Иисуса Христа, движение Духа Святого, движение Духа Святого. Закрой свои глаза по пути с Ним. Если кто-то сейчас смотрит нас по трансляциям, присоединяйся к нам, молись там, где Ты находишься сейчас, встань и поди на свои колени. Он ждет тебя, Он хочет тебя поднять, Он ждал, когда ты к Нему придешь, Он ждал, когда ты скажешь, я ноль без тебя, Он ждал, когда твои силы закончатся, когда твои варианты, твои попытки иссякнут. Он ждал, Он ждал, Он может тебя поднять, и Он хочет тебя поднять, Он хочет тебя простить и омыть, поговори с ним. И злей боль в сердце, боль в сердце, боль в твоей души, и злей боль в сердце, боль в сердце, Он желает тебе помочь, наполнить любовью, наполнить любовью. Бог желает тебя. Если ты хочешь сделать какое-то действие, если Бог чему-то побуждает тебя, сделай это. Если есть кто-то, кто мог обидеть кого-то, может быть, даже просто сказать слово ранящее, и вам было дискомфортно, если эти люди здесь, вы можете это сделать сейчас. Вы можете сказать этому человеку, прости меня за какое-то раздражение, за какую-то реакцию. Очищаем наши сердца пред тобой, Иисус. Прости нас, Бог. Прости, покажи каждому из нас. Особенно в сегодняшнем служении, перед причастием, чтобы оно было нам не в осуждение. Покажи, Господь, дай нам увидеть нас Твоими глазами. Иисус, что ты хочешь, чтобы мы отпустили? Что ты хочешь, Иисус, чтобы мы оставили? Покажи нам. Когда мы просим Его, Он показывает, Он отвечает. Попроси Его. Я знаю силу в имени Иисуса, Я знаю силу в имени Иисуса, Я знаю силу в имени Иисуса. Все цепи разбить, все цепи разбить, все цепи разбить, Все цепи разбить, все цепи разбить. Я знаю силу в имени Иисуса. Все цепи разбить. 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 Я знаю силу в имени Иисуса. Меня поднимать. 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 Мы благословляем Тебя сейчас на этом месте С именем спасающего Бога Я благодарю Тебя, что есть сила в имени Иисуса Это сила, которая нам еще до конца не познана Это сила, которая нам еще до конца неизвестна Но мы уже Тебе поклоняемся за то, что нам известно Господь, Ты спас нас Ты вытащил из рва Ты поставил на основание наши ноги Я благодарю Тебя, Господь, что в нашем духе Ты возродил жизнь Я благодарю Тебя за связь с небом Я благодарю Тебя, возлюбленный Я благодарю Тебя, что на этом месте мы Тебе поклоняемся На этом месте мы превозносим только Тебя Только Тебя, пусть никакое человеческое имя здесь не будет подниматься Но имя Того, Который спасает Имя Того, Который исцеляет Имя Того, Который преображает Да будет известно по всему лесу земли Аллилуйя Тебе, Jesus О, my glory, 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 pray Асанна Тебе, любимый Асанна Тебе, драгоценный Есть великая сила в этом имени Аллилуйя Тебе И ради имени опустошаются гробницы Ради Твоего имени Опустошаются тюрьмы Аллилуйя Тебе, Господь Аллилуйя Тебе, Господь Слава, слава, слава Тебе Слава Тебе За силу звука В этом шапане За силу звука В Твоем имени Аллилуйя Тебе, любимый Аллилуйя Тебе, спасающий Господь Ты верный Ты верный Ты единственный Который достойен принять всю славу И честь Прими ее от нас, Господь Прими от наших сердец Прими от нашего духа Прими, любимый, сейчас О, Господь благословен Ты Благословен 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 Друзья, скажите о своей любви Богу сейчас Потому что на этом звуки шафара. Придет это послово, придет он сейчас на небеса, и там будет известно твое отношение к его жертве, там будет известно твое отношение к сыне, который Бог положил за тебя, отдав сына своего единородного. О, слава тебе, любимый! О, слава тебе, верный и сильный! Слава тебе, могущественный и спасающий! Слава тебе, вырывающий из пасти дракона! О, хвала тебе! Хвала тебе! Хвала тебе! Хвала Тебе, Господь! Хвала Тебе, Господь! Хвала Тебе, народ Твой радуется, как получивший великую прибыль, ибо в имени Твоем нам открытое хранилище, в имени Твоем нам доступ дьяволик, в имени Твоем нам есть возможность взять с неба, опустить на землю недостающие члены тела, опустить на землю недостающие части жизни, опустить на землю Твое обеспечение в здравии, в имени Твоем это есть, в имени Твоем это есть для нас, Господь, ибо Ты сказал о всяком деле, о чем согласитесь просить у Отца во имя Мое, будет вам от Отца Моего Небесного, будет нам от Отца нашего Небесного, будет нам, когда мы знаем имя Иисуса, это тот пароль, на который в небесах нет отказа, это то имя, на которое приходит движение, из-за которого ад убегает, трепещет, потому что есть Господь Царствующий, друзья, я хочу вместе с вами сейчас помолиться о трех ситуациях, три ситуации связаны с реанимацией, и две из них связаны, даже, наверное, три связаны с мозгом, я не буду, может, их сейчас всех объяснять, но инсульт есть у одного мужа нашей сестры Нины Иваны, еще человек попал, имеющий отношение к репцентру, и еще одна женщина, которая находится сейчас за океаном, у нее какие-то проблемы с мозгом не могут до конца определить, но это опухоль, и тоже муж ее просил поддержать их в молитве, потому что это уже тянется не один месяц, я хочу, чтобы мы сегодня, как церковь живого Бога, положили предел тьме в этих ситуациях, как минимум в этих трех, хотя у Бога есть желание больше, но мы с вами стартуем из того, что нам уже сегодня известно, и какие будут развязки, но пусть они будут только Божьи, чтобы никто из этих людей не ушел раньше времени с земли, чтобы никто из этих людей не ушел без веры, не ушел в каких-то сомнениях, чтобы никто не остался здесь, в пораженном состоянии своей личности, но чтобы Бог преображал то, что надо преобразить изнутри, и потому у нас сегодня есть с вами право с голосом простираться в эти реанимации, с голосом простираться туда, куда по-человечески мы сейчас не можем прийти даже через океан, но у нас есть это право, и мы сейчас будем это делать во имя нашего Господа Иисуса Христа, есть сила в имени Иисуса. Друзья, если мы в это верим, то мы сейчас и так и будем молиться, возвращать все то, что было поражено когда-то. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас заступаемся, мы Твои ходатые, мы имеем право сегодня и доступ в возветилище, и поэтому наш голос сегодня возвышается, и мы говорим, отдай болезнь, отдай болезнь этот мозг, мозг каждого из этих людей, отдай во имя Иисуса Христа, нам необходимо освящение каждой клетки, поэтому во имя Иисуса мы говорим, хорош приходит туда, Божий прорыв приходит туда, во имя Иисуса немощь, она отступает, болезнь отступает, влияние власти рабства отступает, неверие отступает, потому что церковь наступает, церковь наступает с верой в уповании на нашего Господа. Иисус, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, что Ты когда-то сказал, Лазарь, выйди вон, и сейчас я обращаюсь к этим людям, выйди вон Дух, выйди вон так, чтобы болезнь ушла, а Ты поднялся, 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 поднялся вместе с усиленным телом, поднялся вместе с целостной душой во имя Иисуса Христа. Господь мой, я благодарю Тебя, что в это время Ты разговариваешь с каждым из них отдельно, потому что у Тебя есть послание для этих сердец, чтобы они были живыми сосудами в Твоих руках. Боже, тем, кому еще надлежит жить на этой земле, да будет дана эта жизнь с избытком. Во имя Иисуса мы благословляем жизнью, и мы говорим, жизнь, 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 не умрешь, но будешь возвещать дела Господни, потому что Ты сказал, просил у меня жизни, а я дал Ему долгоденствие. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем долгоденствие, мы высвобождаем полноту дней, мы высвобождаем печать на эти слова молитвы. Господь, и там, где есть в интернете люди, смотрящие нас, у кого есть безысходная ситуация, мы говорим, выход, 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 выход и прорыв, прорыв вам от Господа, прорыв и проход через Иордан, чтобы там умерло все то, что должно умереть, но воскресло к жизни новое упование, воскресло к жизни новое взаимоотношение. Отец, слава Тебе! Отец, слава Тебе! Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, любимый! Мы поклоняемся Тебе! Мы поклоняемся Тебе! Мы поклоняемся Тебе, живой и творящий! Мы поклоняемся Тебе, любящий и спасающий! Мы поклоняемся Тебе, верный! Ты сказал, будет вам, что вы скажете. И мы говорим, жизнь этим людям от Господа. Жизнь этим людям от Господа. Господь и ум, и вечность приготовлены, и сердца готовы, когда ты позовешь, чтобы они были соединены с небом. Во имя Иисуса Христа ты знаешь особые ситуации для каждого. О Боже, благодарю Тебя, что мы можем сейчас благословить и служение. Мы делаем это, потому что оно, Господь, именно для тех, кто на земле жив. И кому необходимо оживотворение получить от Тебя, кому необходимо восстановление получить, пусть приходит сейчас эта энергия света. Пусть приходит энергия небесных откровений. Пусть приходит послание с небес на землю, как только Ты его можешь давать. Господь, я сейчас благословляю каждое сердце, стать почвой благодатной. Ты сказал Марии, радуйся, благодатная Господь с Тобой. Устами Гавриила, Ты прислал это послание. Господь, пусть каждый из нас сегодня возрадуется, что Господь с нами. И мы принимаем благодатность нашей почвы. Мы принимаем благодатность нашего сердца. Мы принимаем помазание на глаз, потому что глазу Твоему Ты даешь голос силы. Умножь, Господь, сказанное. И благослови посеянное. И пусть в духовном мире все приходит в движение, когда Твой народ обращается к престолу благодати, к престолу силы, к престолу славы, к престолу жизни. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы говорим, да умолкнет всякая плоть, когда Господь говорит, когда Господь выходит в храм свой, когда Господь поднимается, да умолкнет всякая плоть. Любимый, я благословляю сейчас присутствие неба так, чтобы Дух поднимался, душа становилась целостной, а плоть вставала на свое место и была просто храмом, обитающим там Святого Духа. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что мы Твой народ. Мы люди, взятые Тобой в удел. Мы блаженный народ, который знает трубный зов. И Ты сказал, чтобы трубили в новомесяче трубой. И мы сделали это сегодня. Трубили в новомесяче трубой. И пусть, Господь, этот новый месяц посвящается Тебе. Пусть в этом новом месяце будут совершаться Твои чудеса, Твои знамения, открытые источники, закрытые гробы, которые дьявол не сможет туда взять тех, кому, кто еще не готов переходить. Я благодарю Тебя, Господь мой. Я благодарю Тебя, что мы заступаемся, чтобы в этом месяце совершились дела Тобой предназначенные. Чтобы Твое обеспечение приходило на каждое дело, которое Ты поручил нам исполнять. И мы принимаем готовность и расширенность сердца входить туда, где мы еще не были. Принимать то, что мы еще не принимали. И сей месяц для Тебя, Господь. С ее служением оно Твое, Господь. И оно Тебе принадлежит. О, Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Ты святой. Ты святой. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Свят Господь Саваоф. Свят Господь Саваоф. Давайте мы сейчас и пропоем и скажем это сердцем своим. Мы сейчас высвободим это имя в этой песне. Саваоф, как сражающиеся за нас. Если у тебя ситуации, в которых тебе нужна победа и прорыв, позови туда имя Господа Саваофа. Свят Господь Саваоф. Ты святой. Ты святой. Ты святой. О, Святой Господь. О, Святой Господь. Саваоф. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Ты, Господь Саваоф, Ты, Господь Саваоф, Аллилуйя! Запоры падают, двери открываются, ворота поднимаются, ибо Бог Саваоф, Он вышел, Он вышел, Он вышел от чертога Своего. Господь Саваоф, Господь Саваоф, Ты пишет, Ты пишет, чтобы победить, Ты пишет, чтобы явить Свою Свою. Аллилуйя! 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 Ты святой! Ты святой! Ты святой! Господь! Аллилуйя! Господь! 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 Ханялись в поле, не живущих в этом городе и в этой стране. Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Господь! Ты, святой, живешь среди словословия, Живи сейчас и дыши через нас, Господь Иисус, своей свежестью. Входи в свой сад и вкушай ароматы, Входи, как садовник, осмотри насаждения свои, Господь Иисус. О, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь! Аллилуйя, Баре Фрейм, Аллилуйя, Блэссад, Чизос, Крабе Тахюдес. О, Иисус, О, Иисус, Ты пришел с исцеляющим бальзамом, О, Иисус, О, Иисус, Евгений, Блэссад, Чизос, Крабе Тахюдес. Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! друзья кому надо сейчас исцеление кожных заболеваний окунайтесь вардан окунайтесь вардан несколько раз если надо приседайте но получите получите сейчас это исцеление потому что он говорит я здесь чтобы очистить твою кожу я здесь чтобы сделать тебя чище и кожу твою как у младенца слава тебе слава тебе любимый ослаба тебе что ты очищаешь наши кожные покровы ты освобождаешь от любой заразы освобождаешь от любой инфекции аллилуйя и по стрессу ты снимаешь так у ноешь у тебя благодарю тебя благодарю тебя за твои реки живой воды аллилуйя тебе аллилуйя 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 а господь что и кожа наша становится как у младенца благословен ты благословен ты благословен ты господи слава тебе друзья положите руку на сердце нам сегодня важно готовиться к причастию и потом мы сейчас поем сердце чистое сотвори во мне боже это личная молитва того кто поет это личная молитва того кто хочет прикасаться сегодня к трапезе господней достойно сердце чистое сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой сердце чистое сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой сердце чистое сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой сердце мое омой аллилуйя солнце чистое сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой реки воды реки воды живой реки воды живой ой реки воды живой это дух святой Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, Он сошел сюда, реки воды живой, пробивайтесь. Реки воды живой, обывайте сердца, реки воды живой, это Дух Святой, и Он здесь проливается, реки воды живой, соединяются сердца с Богом, когда они очищаются, это Дух Святой делает, это не наши заслуги, но Он делает нас чище, Он готовит нас ко встрече с женихом, друзья, это честь нам оказана, потому что мы согласились войти в эти реки, мы согласились поплыть в эти реки, это Дух Святой, аллилуйя тебе, реки воды живой, реки воды живой, Пусть сейчас всякая печаль будет смыта, пусть сейчас смоется всякое сомнение, пусть сейчас проказ уйдет, пусть сейчас болезнь уйдет в этой реке, представьте эту проточную реку, она уносит, уносит, уносит всякий шланг. Реки воды живой, это Дух Святой, аллилуйя, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, Он сюда пришел. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, Мы не только сердца, мы и свои мысли сюда приносим, реки воды живой, они очищаются, они омываются наши мысли, они приходят соответствующим тем, что Бог определил. Это реки живой воды, они легко смывают, аллилуйя тебе, Господь. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, и ты сюда принес, слышишь, всех, реки воды живой, реки воды живой. Твой выход, твои ключи, они в твоих руках, Господь, они нам этим течением приносятся. Слава тебе, мы берем ключи от тех дверей, которые были закрыты, это Дух Святой, здесь дышит. О-о-о-о-о-о-о, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, это Дух Святой, А сейчас мы помолимся за весь город и страну, сердце чистое сотвори, Господь. Сердце чистое сотвори, Господь, и своею живою водой, сердца людей омой. Сердце чистое сотвори, Господь, и своею живою водой, сердца людей омой. Еще раз мы представляем своих близких, представляем всех своих родных, правительства, города и страны. Мы говорим, сотвори Господь и своею живою водой сердца всех людей, о мой Иисус. Сердца людей, о мой, еще раз, сердце чистое, сотвори Господь и своею живою водой сердца людей. О мой, реки воды, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это дух святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это дух святой. Вдыхайте его, друзья, пейте его, и вот здесь, пейте, потому что этот источник открыт для жаждущих. Он говорит, приходите, приходите, жаждущие, пейте из этого источника, источника живой воды даром. Идите и пейте, идите и пейте, идите и окунайтесь. Аллилуйя тебе, Господь, аллилуйя тебе, Господь, за реки живой воды, за твои фонтаны, за твои водопады, за твои тихие озера. Благодарю тебя, кому что надо, да примет каждый от твоей полноты. Во имя Иисуса Христа, друзья, воздайте славу Богу. Воздайте ему хвалу, потому что он здесь для того, чтобы служить нам, несмотря на то, что мы пришли послужить ему. Господь, это слава тебе, это слава тебе, любимый, это хвала тебе, родной. Ты здесь, ты в нас, ты через нас проистекаешь своей жизнью. Хвала тебе, Господь. Друзья, у меня просьба, еще или вопрос к вам. Кто получил на этой неделе какое-то чудо, вы готовы поделиться, чтобы тем самым цепи рушились, чтобы тем самым двери открывались, то выходите, пожалуйста, говорите о тех свидетельствах, которые есть у вас. Потому что через это прославляется наш Господь. Через это у нас растет вера, потому что силой свидетельства и кровью Агнца. Кровь Агнца у нас еще будет сегодня как акт, но силой свидетельства мы можем сейчас поделиться. Приветствую вас, возлюбленные Бларати и сестры, но это случилось не на этой неделе. Буквально вот в начале лета приезжал наш брат из Ташкента здесь по своим делам, и он рассказал о великой славе Господне, которую Господь сотворил там в Ташкентской церкви. Ну вообще не сотворил, а творил, но это было великое чудесное свидетельство, которое он рассказал. 12 лет назад наша церковь росла и умножалась, и епископ, пастор сказал, что нужно расширяться, нужно объединять зал и домик, это частный сектор был, и зал общий находился на одном конце этого участка, и домик находился, где пастор жил, на другом. Он сказал, будем все это объединять под одну крышу и выносить стулья и скамеечки сюда во двор, будем раскрывать эту стенку у зала, у молитвенного, и чтобы люди собирались, потому что церковь уже, зал тот не вмещал уже народ, который собирался. Ну и в общем все воодушевленные этим призывом схватились, кто чем мог, помогали, строили эту крышу, соединяли эти все дома, построили эту крышу, натянули брезент, в общем все нормально, собрание стало собираться, и все хорошо было, все здорово, славили Бога. И через 12 лет, в общем, уже построили новое здание церкви, и стали потихоньку переезжать уже в новое здание церкви все собрание. Это, кстати, к причастию тоже свидетельство. И полностью, когда уже переехали туда, наш епископ, пастор, он договорился с профессиональными строителями, что будут делать полностью обновление этого зала, которым раньше церковь собиралась. И будет, значит, там библейский центр организуется, и в общем такое мощное. И в общем вывозили, вывозили оттуда с этого зала, с этого зала вывозили всю утварь, все-все-все. И в самый последний момент, значит, вывезли чаши причастия, там было четыре чаши, вот такие, может быть, чуть-чуть побольше, и подносы, в которых разносили хлеб, потому что причастие там проходит так, братья ходят с чашами, четыре чаши, и разносят причастие так по рядам. И, значит, самый последний момент, уже с этого дома вывезли чаши. И вечером, когда уже все, звание освободилось, никого не было, просто-напросто рухнула крыша. Утром прибегает прораб, и прибегает архитектор к нашему пастору, говорят, Сергей Алексеевич, вы, говорит, знаете, говорит, что вот эта вот крыша, говорит, которая у вас была, ее вообще, говорит, в природе существовать не должно было. Мы не знаем, как она у вас там держалась, как это все было, говорит, как это все случилось, но, говорит, достаточно было просто дождя или еще какого-то, чтобы эта крыша давным-давно рухнула просто, и всех здесь вас накрыло. Ну и братья такие все в непонятиях таких, как это могло, и стали молиться, прославлять Бога. И было слово от Господа, что 12 лет, 24 месяца, 24 часа в сутки, 12 месяцев в году мои ангелы держали вашу крышу, потому что здесь обитала слава моя во имя Иисуса Христа. Еще можно одно свидетельство о силе имени Иисуса Христа? Это на самом деле, практикуйте, братья, не стесняйтесь, это мощная, мощная сила Иисуса Христа. Просто вот два свидетельства небольших я вам расскажу. Я работал на микроавтобусе, я на микроавтобусе развозил, возил вечером музыкантов в ресторан, и ночью их забирал оттуда. И как-то в один такой день, я немного раньше приехал за этими музыкантами, часть народа сидела в закрытом помещении, и часть народа, значит, в ресторане в этом, сидела на открытой площадке возле речки. Ну было народа очень много, и узбеки сидели, и русские. И я стоял в сторонке, и смотрю, там между столиками начинается зарождаться конфликт. Ну этот конфликт, он как пороховая бочка, стоит вспыхнуть, и тут же моментально все начнут драться, и узбеки, и русские. Ну там находилось где-то на улице приблизительно около 30 или 40 человек. И я смотрю, этот конфликт уже перерастает в конкретные действия. Там уже все вскочили, кто-то хватает стул из-за этого. Я выскакиваю в середину этого зала и кричу, во имя Иисуса Христа, я вам запрещаю действия этих сатана. И вы не представляете, прямо в мгновение ока, как-то все вот это напряженное состояние разошлось вот так вот все. И как-то все разошлись по разным местам, и кто-то, который был недовольный, уже там собирались драться. Они просто стояли где-то в сторонке между собой, уже как-то так беседовали просто на таких, на повышенных тонах. Ну вот конфликта, которые драки, его просто не существовало. И вот буквально недавно, и буквально вот недавно я ехал на ночную молитву, сел в метро. Тоже там было выпивших три человека русских и где-то человек пять узбеков в метро. И тоже они ехали, я ехал с метро Дыбенко, и вот начиная с самого метро, между ними была такая перепалка словесная, как бы они этот. И вот уже подъезжая к площади метро Александра Невского, они вскочили и начали, в общем, уже началась драка. И люди, которые сидели в вагоне, они в ужасе с таком, все забились в край вагона, а я тоже так выскакиваю. Во имя Иисуса Христа я вам приказываю прекратить. И вы представляете, все моментально сразу прекратилось. И они как такие, как маленькие котята ко мне подходят. Дяденька, дяденька, а у них ножик был, а у них ножик был. Я говорю, никакого ножика не было во имя Иисуса Христа. Я вам прекращаю, запрещаю драться и все происходящее. И драка моментально тут же рассосалась. Какая великая, какая великая сила, великая сила в имени Иисуса Христа. Аллилуйя. В прошлое воскресенье, когда шло слово исцеления от Господа, Ольга Дмитриевна молилась. И Сергей говорит, у кого-то болит левая коленка. Это была моя коленка левая. Господь, я сразу, ну я положила руку, как все, как положено, как принимаю, да. Но я пока не вышла. В прошлое воскресенье была свадьба моего сына. И я, такси подошло, я бежала, я забыла, что я спускалась, спускаться тяжелее, чем подниматься. И я просто вспомнила, что как это я бегу, коленка моя не болела. Но это было начало всего, что я на свадьбе плясала. Я не могла вообще это делать. Я плясала, я даже подпрыгнула один раз, потом проверить второй раз. Это, вот это пускай не такое свидетельство ярко, но это было. И еще Господь, такая была свобода на свадьбе, не было этого духа. Там был Иисус, там был Господь. И я не была постыжена, не была посрамлена. Там была слава Божья. Я просто свидетельствую, Господь. Спасибо, Господь. Я хочу поделиться свидетельством. Когда вы молились, я видел такое поле этих цветов, ландышей, и больших таких белых. И Ольга Дмитриевна, вы шли в такой мантии из камня. И камень, он такой гибкий был. Он цветы не гнул, ну то есть цветы не ломались, ничего. А эти вражеские стрелы, они как, ну, не могли попасть. И я так понял, что Бог защищает нас, чтобы мы поклонялись, и Его красота достаточно сильна, чтобы нас защитить. И вот второе свидетельство я хочу поделиться сегодня. На этой неделе я с одной женщиной молился. Ну, молитва исцеления, там, Соза или Теофостик, кто знает, кто знает. И у этой женщины было много плохого в семье. Папа, там, мама. Ну, то есть выпивали, дрались, не было любви. И она говорит, Бога не слышу, не могу слышать стыд и все остальное. И я вот выключал, знаете, в скайпе есть такая кнопка «Выключить звук». Я выключал звук и кричал, «Господи, ну ты же свет, ты же любовь, приди в ее жизнь». Вот просто видел. И в этот момент вот реально физически был дождь в Петербурге, солнце раздвинулось, стало светить прямо мощно на меня, и я увидел, что свет приходит. И вот через полчаса такой молитвы она как-то, что-то стало меняться. Она стала видеть свет, Бога. И я еще раз выключал, и все равно молился. И я понял, что, ну как, вот эта активная молитва, приглашение Бога, когда его нет, вот как представление его, она важна. Когда вот как свет он приходит. Это очень важно, чтобы мы были активнее в молитве. Потому что до этого я тоже молился за людей, ну, как, знаете, такой более нейтральный статус занимал. А сейчас, ну, как более наступательный, и вижу, что Бог действует. Он как-то соединяет витческий свет, духовный свет, душевный. Все как-то может совпасть воедино, и человек может получить свободу. Спасибо. Когда Ольга Дмитриевна молилась, я услышала это слово, что праведник молится за благовременно. И когда мы молились за этих людей, которые нуждались, да, меня Господь побудил на иных языках. Я так стала в проломе молиться, молиться за них. И Господь говорит, цепи падают, цепи падают, дьявол не может устоять. Он прям содрогается. И такое слово, все народы придут и поклонятся пред тобой. Я целую неделю ходила, его говорила. Я не знаю, для кого это говорила, но я говорила. На работе у меня тоже был такой конфликт между нами, крановщицами. Ну, получилось так, что сказали, если я в третий раз с отравлением попаду, потому что я восприимчива ко всему, где неправильно выполняют эту работу, значит, будет на предприятии жалоба. Но чтобы этой жалобы не было, они переводят меня в другой корпус, где я год не работала. Когда я пришла, я там услышала эти слова. Ну, я в душе молилась, я в конфликт этот не вмешивалась. И когда мы пошли на кран, эта крановщица начала работать, и они говорят, она не умеет работать, она не может. Я говорю, у нее пятый разряд, она все может. И вдруг мы спускаемся вниз, тот, кто отказывался, и присылают мастера работать с ней. Он прекрасно все работает, и меня дух побудил молиться с ней на кране. Я взяла ее за руку, я начала молиться, я молиться. И вдруг она во время молитвы моей стала смеяться. Я говорю, Аня, я молюсь, а ты как-то смеешься. Она говорит, Оль, ко мне пришла радость. И вдруг, и секунду, мир, покой и радость. Меня так Святой Дух накрыл, что я даже не могла со стула встать. Она говорит, я пошла. А я сижу, у меня слезы текут. Я поняла, что это радость. Слезы радости – это прорыв. И я благодарю Бога, что Он делает это мгновенно и сразу. На ночную молитву, вот была с пятницы на субботу, я получила исцеление, мне сам Господь сказал об этом. Оля Дмитриевна, когда началась, только так она пришла и начала сразу молиться за исцеление. Я еще так удивилась. Обычно где-то в середине, там прочая ночная молитва. А тут прям сразу. И такая была сильная молитва. Мне так она понравилась. Я сидела и говорила, Господи, какая молитва сильная, какая сильная, какая хорошая молитва, Господи. И у меня как бы в голове она складывалась, 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 так ступочки. И вдруг я стала чувствовать, что вот по шейному, вот тут по звонку, по шейному, у меня вдруг вот начало вот мурашки вот эти. Все знают, что такое мурашки. Но у меня такие мурашки начались, знаете, такие сильные. Я удивилась, думаю, что это такое. И вы знаете, как будто град, только не с куриное яйцо, но такой мелкий, обыкновенный град. Вот. И вот прям как будто сыпется, сыпется этот град. Вот. Потом, когда я закрывала глаза, она молилась за исцеление. Я закрывала глаза, и вдруг я вижу и думаю, что это такое? Что это за мурашки такие? Вот. И когда я закрывала глаза, я видела искры. Вот прям вот по всему вот этому месту. Я вижу искры. Такие искры сильные. Я думаю, ой, волосы загорятся. Ладно, у меня короткие, не загорятся. Ну, такие мысли человеческие приходили. А она все молится. Вот. За исцеление. Это еще за исцеление молилась. Вот. А когда открывала глаза, прям вот такие вот очень сильные мурашки. И я думаю, ну, надо же, какие мурашки. Хотя я думала о другом исцелении. Вот. Мне даже в голову не могло прийти, что вот эти мурашки, это тоже будет исцеление. Короче, она долго молилась. Вот. Такие слова были хорошие. Вот. Вот. И потом она закончила молиться. И началось прославление. Началось прославление. Еще вот эти мурашки были. Потише, потише. Потом прошло. И я сижу и думаю, интересно, а что такое было? Что это за мурашки-то такие были? И вдруг я слышу слова. Это было исцеление шейного позвонка. Ой, слава Богу, говорю, Господи, как это? И правда. Я всегда чувствовала вот тут тяжесть. У меня куда-то уходила сила. У меня куда-то это. Я всегда была такая подвижная и прочая. А тут вот прям даже из дома не хочется выходить. Даже за хлебом не хочется. И я думала, я понимала, что это что-то ненормально. А что это, я не знала. Вот. Поэтому я благодарна Господу за это. А перед этим, перед этим, просто не могу не сказать, потому что это... Перед этим я вижу сон. Это, честно, зверя на пятницу под утро. Вижу сон, и много народу стоит. Много народу. Ну, и я там, конечно, стояла. Вот. И я ищу своих знакомых. Ищу своих знакомых. Вот. И вдруг я увидела, что у меня вот так протянуты вот так руки. И кто-то мне гладит по рукам. Вот кисти рук. Кто-то гладит, гладит. Я чувствую такую ласку. Такую ласку. Я удивилась. Что это такое? И я думаю, сейчас я поймаю эти руки и увижу, кто это делает. Потому что народу так много было. И я почувствовала, что я ухватила руку. Вот. И она раз так соскользнула, соскользнула. И я только вдалеке увидела тень вот прошла. И мне на ночной молитвы сказали, что это был сам Иисус Христос. Все. Слава тебе. Спасибо. Дорогая церковь, здравствуйте. Вот в воскресенье, в то, во время, когда Ольга Дмитриевна стояла на сцене и молилась, Сергей вышел к сцене и сказал, что у кого там остеохондроз, правая нога исцелены. Я... Ну, так она у меня побаливала. Я никогда не задумывался о том, что надо призывать Бога в эту ситуацию исцеления получать. Я работаю водителем. И как бы это у меня профессиональная болезнь. Ну, так сказали. Я этого не принимал, но сказали и сказали. Во вторник я еду в Выборг. И я так понимаю, когда долго сижу за рулем, она у меня болела. Я понимаю, что у меня ничего не болит. Я говорю, Боже, я же тебя не звал, а ты все равно пришел. И я, знаете, как я понял, что есть наша воля, есть наше желание, если Бог сказал. Все. Спасибо Богу. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я приехала к вам из Тольятти. Вам очень большой привет от церкви. Христианин, пастор Виктор Никифорович Зазули передает вам привет. Его жена Татьяна Викторовна тоже. У меня такое свидетельство. Я приезжала на конференцию с Риси Саундерсом. Но чудо случилось и до конференции. То есть мы планировали с мужем поехать и с младшей дочерью во Францию. И у нас была забронирована гостиница с 11 июля по 21. И мы собирались на эту набережную, на салют в 14 июля. Но Бог меня спас. Неожиданно приехала дочь из Америки. И мы решили, что мы поедем на конференцию. Бог развернул. Повернул. Вместо теракта меня на конференцию. И перед конференцией с Риси Саундерсом мне приснился сон о том, что я пажить всю поела. Знаете, как пасусь. Вот траву всю съела. И вдруг я начинаю быстро-быстро бежать. И взлетая в небо, и лечу, и поднимаясь в горы, и там стройка. И я строю. Я Рисе рассказала этот сон. Он говорит, ну вы знаете, это может относиться как к духовному строительству вашего духовного человека. Либо будет какая-то натуральная стройка. У вас там стройка не намечается? Я говорю, да вроде бы нет. Я приезжаю с конференции домой. Оказывается, пока мы были на конференции, у нас нашелся спонсор. И нам купили здание, которое надо строить, ремонтировать. Господь велик. И у нас сейчас стройка натуральная. Добрый день, дорогая церковь. Я хочу рассказать вам о чуде, которое произошло буквально на этой неделе. Великое чудо, когда Бог работает в нас, в нашем теле, на исцеление. Но Господь еще, и когда мы видим, что рядом с нами, буквально на плечах наших, руки Господа, ангелы вокруг нас, и сон мы ангелов над нашим домом, над нашей семьей, над всем нашим имуществом. И вот ангелы, они стоят не только там, где мы, а они стоят и там, где решаются наши вопросы. А случай такой. Буквально где-то вот недели три назад по телевизору была передача и показывали о том, что в Москве была поймана группа черных риэлторов, черных нотариусов, которые по поддельным документам продавали квартиры. Ну и знаете, как правило, кажется, что где-то что-то случилось, но это где-то далеко, это не про нас, это не о нас, и с нами не случится. Да, где-то что-то происходит, но это вот где-то там далеко. Я уже давно продаю свое помещение, оно не жилое, это подвал, но в центре города, как бы хорошее, стоит тоже, вот, хорошие деньги. Я его продаю, но поскольку продавать, видимо, не сильно умею, продаю долго. И тут вот звонят мне из управления кадарства, ну, ФРС, регистрирующий орган, который регистрирует сделки с недвижимостью. Звонят, представились, девушка говорит, я из Росрегистра, ко мне на, а, говорит, вы продаете помещение по такому-то адресу? Я говорю, да, продаю. Она говорит, да, хорошо. Я спрашиваю, а в связи с чем вы, причем звонит не по домашнему телефону, а по мобильному. Я говорю, а в связи с чем вы спрашиваете? Она говорит, ну, потому что в ваших документах я увидела, как бы, несостыковку. Я говорю, какую несостыковку? Говорит, ну, дело в том, что ваша подпись похожа, а вот ваш почерк не совсем идентичен. Говорит, ну, вы продаете? Я говорю, да, продаю. А документы вы подписывали, договор купли-продажи и нотариальную доверенность? Я говорю, нет, документов никаких. Вот у меня буквально смотрели помещение на прошлой неделе. Я почему с такой уверенностью и сказала, что да, я продаю, потому что я долго им не занималась. Было некогда. Да, я постараюсь. А вот и говорит, что, вот вы знаете, подпись на договоре купли-продажи, от вашего имени вы подписали договор купли-продажи. Нет, не подписывала. Доверенность нотариальную подписывали? Нет, не подписывала. Выясняется. Ну, она мне посоветовала в МФЦ написать заявление, что регистрация только в моем личном присутствии. Оказалось, кто-то, вот, ну, черный нотариус, да, заверил от моего имени, кто-то, не знаю кто, это будут определять следственные органы, кто-то продавал, пытался продать, подписал договор купли-продажи от меня и нотариальную доверенность от меня. Я спрашиваю ее, то есть, ну, к ней попали на регистрацию документы. Она видит документы, она должна была бы их зарегистрировать, но у нее возникло сомнение, Господь вселил это сомнение в ее душу, в ее сердце. Да, и она взяла, подняла документы, которые там я раньше сдавала, потому что я работаю в сфере недвижимости, сдавала, сличила подписи и позвонила мне, когда я позвонила проконсультироваться знакомой, там, полковник милиции, она говорит, такого не бывает, обычно мы на стадии уже судебного производства, когда уже людей лишили их имущества, и человек подает в суд. А там уже вторичная, тройная сделка, и ничего не истребовать. Вот как Господь сберег на этой неделе мое имущество. Слава Ему, Великая и Хвала! Друзья, давайте мы поднимемся сейчас. Я уже не буду говорить сейчас о том, что у меня было запланировано о России, но мы помолимся сейчас за Россию. Дело в том, что на этой неделе уже пошла информация о том, что люди в церквях получали уже штрафы по новому закону. В следующее воскресенье будет небольшая юридическая справка, как нам себя вести, если что-то подобное может происходить в наш адрес. Поэтому я хочу сейчас об этом помолиться, без исторической справки, поблагодарить Бога за то, что Он делает, и чтобы нас Он защищал и на грядущие недели, и в последующие дни. Небесный Отец, Ты законодатель и судья, и мы сейчас обращаемся к Тебе благодаря за те свидетельства, которые мы слышали, что Ты в судьбах людей работаешь, Ты в судьбах людей творишь все новое. Но сейчас во имя Иисуса Христа я исповедую Тебя как Боготворящего и в ситуации грядущих дней. Потому что нам, Господь, нужен Ты как защитник. Нам нужна Твоя мудрость и как нам себя вести в будущих днях. Поэтому, Боже, мы принимаем от Тебя то водительство, которое является водительством Святого Духа на каждый день, на каждую ситуацию, на каждую встречу, на каждый вопрос, на каждый ответ. Я прошу Тебя, Боже, пусть будет ясность у каждого человека в церкви. Я благословляю тех, кто с нами и тех, кто не с нами. По всему лицу, Господь, и этой страны благословляем церкви, благословляем людей. И во имя Иисуса всякий штраф, который же выписан, мы говорим, что Он на разрушение дел дьявола в нашей стране, на разрушение тех законов, которые не имеют права и которые насилуют личность. Во имя Иисуса Христа мы говорим, Боже, Ты царствуешь и Ты исповедание уст наших превращаешь в результат. Поэтому мы говорим, что каждый рубль – это мина, которая взрывается в стане врага. Это мина, которая взрывается на его территории. Во имя Иисуса Христа. И Ты знаешь, где враг, какие планы готовит. Но мы сейчас высвобождаем Твою защиту. Мы благословляем тех людей, которые законы пишут. Мы благословляем себя во имя Иисуса. Мы благословляем, потому что мы знаем силу благословения. И мы принимаем это благословение. И говорим, Россия, Ты переходишь на новый уровень взаимоотношений с Богом. Россия, пришло Твое время подниматься тебе из пепла и праха. Пришло Твое время выходить из неверия. И потому во имя Иисуса Христа. Пусть Господь и этот закон станет трамплином. Чтобы познали, что есть Господь в России. Есть Господь в Санкт-Петербурге. И пусть особым образом Санкт-Петербург будет защищен. И живущие в этом городе будут под особой охраной и правительства, и духовных властей. И я благодарю Тебя, Боже, что мы сегодня с Тобой об этом говорим, как столб и утверждение истины. Это церковь Твоя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Здравствуйте. Спасибо за свидетельство. Потому что на самом деле это очень важно. Свидетельство всегда важно. Так, поговорим о жертвенности. Мне всегда легко говорить, потому что то, о чем я говорю, это то, чем я жил или живу в настоящий момент. И люди, которые меня знают, понимают, что иногда даже так раскрываешься полностью и свою внутренность показываешь. Но это не страшно, потому что Господь, когда что-то говорит и говорит это «дай дальше», это всегда благословение. И поэтому я не боюсь говорить то, в чем я сейчас живу. А в чем я живу? А Моисей, мы помним, когда народ ходил по пустыне, построил Скинию, благословил Скинию, и там были принесены хорошие жертвы. По поколениям приходил народ, приносил жертвы, приносили различные в седьмой главе чисел, можно почитать. И там очень интересно написаны некоторые вещи. Вы никогда не обращали внимания? Там перечисляются блюда, серебряные, чаши. И оказывается, это все имеет значение. В Библии никогда не бывает просто так. Не бывает просто так. Я не об этом хотел сказать, но важно покопать в этом дома. Покопаете, посмотрите. Потому что блюдо серебряное в числовом значении означает число лет Адама. 130 сиклей – это тот момент, когда 130 лет Адам стал производить детей, когда началось рождение человечества. Следующая чаша, которая в оригинале стоит, чаша крапильная, ее полное слово – чаша крапильная, оно соответствует числу годов Ноя. И так далее, и так далее. Они приносили жертвы за те благословения, когда освящали скинию, в которой будет жить Бог. И все это было такой подъем. И понимаете, скиния есть, она освящена. Вспомнили предыдущие блага. Пришли в город Тавера. Город Тавера потом стал называться Огонь. А до этого у него было совершенно другое название. Это было пастбище. Причем пастбище в таком понимании, что как злачные пастбище. Господь привел их туда, на то место, где они должны были бы питаться. И у них уже был ман. У них был ман. Они вернулись к тому состоянию, которому было в Эдемском саду, когда им не нужно было думать о хлебе насущном. Когда им нужно было выходить, собирать ман с утра, а дальше находиться в Божьем присутствии. И вот это чудесное состояние, это мы читаем 7, 8, 9 глава. А в 11, ни с того ни с сего, начинается ропот. И первые 4 стиха 11 главы, если вы посмотрите, там был ропот. И Господь попалил их огнем. Но Моисей помолился, и огонь утих. 4 стишка, маленьких 4 стишка о том, что возник этот ропот. Все закончилось вроде, и с пятого опять. И меня это очень заинтересовало. Какое имеет отношение к жизни, потом узнаете. Меня это заинтересовало, потому что не бывает ничего просто так в Библии. 4 первых стиха. Ропот был в сердце. А в пятом рассказывается почему. Рассказывается почему. Потому что вдруг написано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Пришельцы. Вдруг в 11 главе выявились пришельцы, а они были с ними всегда. Они были тогда, когда даровалась Тора. Они были тогда, когда вода из скалы. Они были тогда, когда переходили Черное море. Но тогда они были как единые и не замечались. Но пришло время, когда они оказались на злачных пажетях. Когда стало все хорошо. Когда сам Господь посреди них. Когда скиния освящена. Когда жертвы благодарного сердца принесены. И вдруг в этот момент появляются пришельцы. Они вдруг выявляются в этот момент. И что происходит? И вдруг уходит радость и благодарение. И написано, сыны стали плакать. Там написано, сыны Божьи вдруг стали плакать на злачных пажетях. Они вдруг стали рыдать и говорить. Ох, если бы мы остались в Египте. Как там было хорошо. Там нам давали рыбу. Что вам там делали? Нам там давали рыбу. Вам там солому на кирпичи не давали. Какая рыба? С чего вы взяли, что вам там давали рыбу? А там еще были огурцы и дыни. Репчатый лук, чеснок. Там было так. Зачем тебе это? Это маленькое отреление. Но в медицине почему Господь не дал им этот набор пищи? Огурцы, дыни, лук, репчатый. Потому что это вредно кормящим женщинам. А когда 600 тысяч мужиков идет по пустыне, а с ними идут еще женщины. И маленькие дети. И они там рождаются так на секундочку. Потому что все у них было по слову Божьему. И плодили, сражались. Огурцы нельзя есть женщине. И Господь сказал, чтобы не было у вас постоянно понос золотуха встанье и не кричали дети от боли в животе, не будет у вас этого. Но они забыли, потому что пришельцы вдруг затуманили взор. И эти злачные пажити. Написано, у нас перед глазами только ман. Только ман у нас перед глазами. Но дальше же написано, что этот ман ели. Не написано, что они клали в жернова, в ступу или куда-то еще. Но он приобретал вкус того, чего они хотели. Хочешь как в жерновах, он будет как в жерновах вкус. Хочешь как в ступке, он будет как в ступке. Хочешь его есть так, он будет так. Он имел любой вкус, который ты хочешь. И написано, что они ходили. Там слово «ходили», между прочим, в оригинале написано «гуляли». Они даже не трудились, чтобы его собирать. Но глаза вдруг закрыты. Для чего я это говорю? Часто находясь в благодатном месте, наши глаза закрываются. Но я знаю одно, что когда мы в ропоте, мы платим. Мы никогда не жертвуем, мы платим. Отплачиваемся, откупаемся, делаем что угодно. Но если мы благодарим, то мы именно благодарим. И сегодня Господь очень хочет, чтобы наши глаза, нашего сердца вдруг открылись. В сегодняшней ситуации, где мы находимся, там, где мы есть, там, где мы стоим, чтобы мы увидели, что это та вера не пепелище. Та вера это там, где произошло все. А это угодья, это пастбище. И чтобы мы возблагодарили, что у нас есть ман. Чтобы мы возблагодарили того, что есть на сегодняшний день. И тогда наше сердце будет благодарным в моменте. Они шли, между прочим, и это очень важно для церкви, они уже получили Тору, они уже избавились от преследователей. Следующий их шаг был вхождение в землю обетованную. И Бог очень хотел перед этим вхождением, чтобы они довольствовались том, где они находятся. Чтобы все их время было посвящено Ему с благодарением и с благодарностью. Чтобы их благодарность изливалась из их сердца. Потому что следующий шаг, земля обетованная. И мы как церковь, мы находимся в таком же пути. И следующий наш шаг, это что-то новое, в земле обетованной. Но, друзья мои, надо, чтобы наше сердце перестало роптать, испоминать какую-то несбыточную рыбу сзади. Ее не было никогда, не обманывайтесь. Надо радоваться текущему моменту и из радостного, благодарного сердца благодарить Господа за то, что мы имеем, понимая, что это от Него им и к Нему. Аминь. Господь, во имя Иисуса Христа благослови народ свой Божий. Пускай пришельцы, которые отвращают наш взгляд от Тебя, Господь, будут удалены от нас, будут удалены из нашего стана, из нашего сердца, Отец. Дай нам сегодня быть довольным, Господь, тем, что Ты нам даешь. Потому что все равно это все от Тебя, Господь. Мы ничего не можем сделать, Господь. Мы ничего не можем прибавить, Боже. Но только Твоя дающая рука наполняет наши закрома, Господь. И эта рука ведет нас, Господь, и благословляет утром, вечером и днем, Господь. И под Твоей рукой мы покоимся. И сегодня, когда мы будем приносить свои плоды, Господь, пускай это будет благодарность нашего сердца за все, что Ты даешь нам, Господь. И пускай это благодарность будет, Господь, от чистого, искреннего, любящего сердец. Аминь. 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 Хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес. Хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес. Хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что пришло время, чтобы Твое Слово, оно опускалось в сердца народа Твоего. Пришло время, чтобы слава Твоя, она принялась также семенем внутрь нас. Я благодарю Тебя, что у нас вопросы, а у Тебя ответы. Не на все вопросы мы сразу получаем ответ. Но я благодарю Тебя, что приходит время, и Ты открываешь наши глаза. Ты делаешь наше сердце чутким, Ты делаешь наш дух восприимчивым. И пусть сейчас приходит эта готовность каждого сердца соединиться с небом и сказать, говори, Господи, ибо слушает дочь или сын. Слушают дети Твои, Боже. Благодарю Тебя, что Ты хочешь сегодня говорить. Благодарю Тебя, что Ты сегодня не отворачиваешься от нас. Благодарю Тебя, что Ты не уходишь от нас, а наоборот идешь к нам, протягиваешь руки свои, наполненные, наполненные, наполненные Твоим хлебом, наполненные медом, молоком, наполненные тем, что нам необходимо, Господь. И пусть сейчас укрепляется наш дух, пусть сейчас укрепляется сердце каждого. Пусть сегодня присутствие небес каждый унесет в дом свой больше, чем раньше. Я прошу Тебя, Боже, потому что мы хотим быть вместилищем Твоего Слова, Твоей благодати, Твоей мудрости, Твоего выхода. Благословен Ты, Господи, который открываешь над нами небеса. Благословен Господь, который открываешь и наши сердца, и помогаешь нам это сделать. Благословен, благословен, благословен Господь среди нас, благословен на Твое имя, Спаситель, благословен Ты, Боже, двигающийся, благословен Ты, совершающий великое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Возьмем наше священное писание. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда. Навсегда, 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 во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь в Божьем присутствии, друзья. Я хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в посте за эти три дня, в начало недели. И кто это делал в домах, кто это делал непосредственно, приходя на служение вместе с нами утром. Всем спасибо, потому что Господь был среди нас, Господь давал свои откровения и двигал нашими молитвами сам. И я верю, что и ответы, они не замедлят себя ждать, не заставят долго ждать. И также хочу сказать о 12-м числе, когда у нас уже правило, традиция, каждое 12-е число месяца мы берем пост. В этот раз у нас общего поста не будет такого, где мы будем собираться. А это будет возможность по цепочке это делать. И кто это делает по цепочке, то эта цепочка остается в силе. И, пожалуйста, включайтесь в нее, у кого есть желание. А мы с вами движемся сейчас в такой теме, как ценность подготовки. Я не думаю, что это приятный процесс. Но ценность нам надо увидеть. Каждый раз подготовка к чему-то – это всегда вызов. Потому что, когда мы доходим до какого-то предела, и там начинаем натыкаться на стену, будь этот предел нашего разума, будь этот предел в нашем сердце, либо предел в отношениях, либо предел в каком-то понимании, что нам делать дальше. То есть, когда мы доходим до предела, и вот этот предел, он уже сам по себе непрост. Его так тяжело подчас выносить, когда мы оказываемся на пределе. На пределе чего-либо, на пределе кого-либо. Но для того, чтобы эта стена подвинулась, Для того, чтобы что-то изменилось, Господь производит работу внутри нас, чтобы наше вместилище сердца стало другим, чтобы наш разум стал по-другому мыслить, а не так, как мы привыкли мыслить, и вот в этом плане начинается процесс. И тогда, когда мы молимся о верности Бога, вы знаете, я не знаю, как у вас, но в моем сердце нет сомнения в том, что Бог верен, и Он верен в Своих обещаниях был, Он верен в Своих обещаниях остается, и Он будет таким и дальше, но причина неотвеченных молитв, и для нас всегда это вопрос, Господь, в чем же причина неотвеченных молитв, в чем причина того, по крайней мере, мы так видим, мы так чувствуем, что они неотвечены, и потому у нас вопросы только нарастают, и таким образом Господь начинает с нами разговаривать где-то вообще с другой стороны, и на те вопросы, на которые мы ему задаем вопрос, как, например, самарянка сказала, дай мне этой воды, о которой ты сказал, а он говорит, а муж у тебя есть, или мужа приведи, оно как, оно как стыкуется? И оказалось, что стыкуется в конечном итоге, она потом эту воду понесла и раздавала всем, и говорила, идите, посмотрите того, который мне сказал все, что я сделала, и вам он это скажет, весь город пришел в движение, и вот она потекла вода, когда был развязан один узелок, но который сопровождал ее где-то в тайне ее сердца, и ей казалось, что нет здесь логической связи между вопросами, которые она спрашивает, и то, что отвечает Иисус. Поэтому на самом деле, его логика это не наша логика, его мысли не наши мысли, и когда мы оказываемся в процессе обучения, он знает, куда он нас ведет, он знает, какие он нам хочет предложить возможности, и потому при своей верности он работает с нашим сердцем, чтобы нас привести в соответствие. Когда-то один из пророков говорил такие слова, сейчас говорю о пророке современном, Джон Пол Джексон, он говорит, когда он приезжал в разные церкви, он не однажды, а много раз слышал от Бога такую фразу, он говорит, эта церковь, в которой он был, она молится о том, чтобы излилась моя благодать, излилась новая мера силы, новая мера помазания, но если я это сделаю сейчас, как они просят, то через полтора-два года их никого не останется. Это их разрушит. И вы знаете, когда мы на самом деле замахнулись высоко, и не хочется спускать эту планку, потому что она не наши возможности подразумевает, а Божья, и соответственно, когда мы говорим, Господь, мы хотим вот этого неба на земле, мы хотим явлений твоей славы на земле, мы хотим, чтобы ты жил среди нас, а он говорит, а я живу, я живу как святой, и живу среди словословия, и хочу, чтобы святость ваша, она была не от ваших усилий, а от моей праведности, но чтобы вы ее возжелали, чтобы уровень критериев, которые поднимаются в вашем мышлении сердца, не уменьшался, а только нарастал, и я вам помогу туда прийти, потому что если я меняю один завет на другой, ветхий на новый, то я не уменьшил критерий, а поднял их, хотя кажется, может быть, он говорит, вот если ветхий отменен, то сейчас благодать, и все нормально, но там шла речь о делах в ветхом завете, а тут о помыслах, тут о мотивах, все гораздо круче, гораздо глубже, гораздо серьезней, и он говорит, и для того, чтобы вы могли вот на эти запросы отвечать, я хочу, чтобы вы дали мне с вами поработать. Друзья, поэтому сегодня хочу говорить о ценности подготовки, о ценности того, что мы с вами, как я верю и даже знаю, проходим. Я не знаю про всех, но знаю про многих, мы проходим сейчас этот этап подготовки. Римлянам 8, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Обратите внимание, куда Он нас ведет, быть подобными Ему, не быть просто отражающими Его свет, а быть подобными Его, потому что если Он это творил, то Он говорит, и вы сотворите. Если такие отношения у меня были с Отцом, то и вам туда надо двигаться, чтобы вы ничего не творили, не увидев Отца творящим, ничего не говорили, не услышав Его говорящим. И вот Он нас на какой уровень подвигает, чтобы быть подобным Ему, во всем подобном Ему. И дальше есть некоторый перечень, 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что происходит между этими стадиями? Вы знаете, как Исаия в 46 главе говорит, что Он видит конец или даже творит конец из начала. Бог знает, что будет в конце, с момента старта. И когда Он видит, что будет в конце, Он сегодня уже проделывает определенную работу, чтобы нас туда привести. Я хочу вместе с вами сейчас просмотреть вот эти стадии. «Кого Он предузнал, тех предопределил». Вот это предузнание, что это было, когда это было. Ведь вы знаете вопросы, которые задают люди, что, где, когда. А Бог говорит, когда, где и кто. У Него в предопределенные времена, у Него предопределенные места обитания, у Него предопределенные судьбы. И каждый из нас родился в каком-то месте не просто так. Каждый из нас сегодня оказался в этом зале не просто так. Потому что Он знает время, Он знает место, и Он знает, кого Он сажает в это место. И, соответственно, Он начинает с нами работать прежде нашего рождения. Он начинает работать с генетикой. И тут, друзья, очень интересные вещи происходят с нами, когда мы начинаем понимать, что генетика, которую Бог для нас предусмотрел, мы не можем ее планировать. Она уже спланирована до нас. Генетический код спланирован до нас. Он нас предузнал. И Он нас предопределил быть подобными Его Сыну. И следующее, что Он сделал с нами в этом же стихе, мы читаем следующее. И оправдал. Вот это оправдание уже имеется здесь какая-то наша часть. Когда мы зовем, чтобы кровь Христа пришла к нам. Когда мы верим в Иисуса Христа, как в жертву, принесенную за нас. И говорим, прости нас, Господи. Он говорит, вот теперь оправдание приходит на Тебя. Вот следующий шаг опять не от нас. Мы попросили, мы позвали, Он оправдал. А следующая часть, мы напрямую с ней связаны с Богом. Кого призвал и оправдал, того и прославил. Вот, друзья, прославление, тут уже наша часть присутствует. Каким образом? Прославление или прославил, это значит ввел в призвание. Это значит дал раскрыться этому призванию лично в твоей судьбе. И вот момент прославления, от оправдания до прославления, есть этап. И вот этот этап называется подготовка. Вот мы сейчас с вами в этом этапе. Мы сейчас с вами, когда Бог нас ведет в прославленное состояние своей церкви, своей невесты. И потому, говорит, мне необходимо, чтобы от оправдания, которое ты от меня получил, ты теперь не свалился назад, ты не ушел в сторону, а ты прошел этот путь до конца, до прославления. Потому что пока нас еще не было, Он уже предузнал, Он уже предопределил. И Он уже работал над оправданием, что мы когда воззовем, получили Его. А вот теперь, когда мы находимся в процессе этой славы, что нам важно, друзья, услышать и узнать? Дело в том, что кто-то, может быть, сейчас видел или слышал одно из видео последнее время, может быть, оно и раньше было в интернете, но вот ко мне оно пришло в последнее время, когда один из докторов, Ишая Гурубинштейн, обнаружил некоторую печать внутри наших клеток. Что это за печать? Я думаю, что каждый из вас знает, что такое ДНК и видели некоторые изображения, что это два таких параллельно идущих или где-то иногда пересекающих, проникающих, два проводочка, если так можно сказать, и между собой они соединены мостиками, эти проводочки. И таким образом не разрывается ДНК, а продолжает работать. То есть в каждой клетке внутри есть подобного рода схема построения. И вот эти мостики оказываются расположены с определенной частотой, это аминокислоты. И когда они происходят, вот шаговые такие пространства, то эти шаги, они имеют числа. А у евреев числа – это буквы, поэтому можно прочитать по числам, что это значит. И они стоят в такой последовательности – 10, 5, 6 и 5. И, соответственно, буквы, которые соединяются – это имя Всевышнего. Друзья, в каждой клетке нашего ДНК есть подпись нашего Творца. И Он говорит – ты мой. Ты мой, на тебе есть моя подпись. Я твой Творец. И никто это уже изменить не может. Он предузнал, предопределил, оправдал, а сейчас ведет в славу. Ведет в славу, потому что Он говорит – я поставил свое не клеймо, а печать моего принятия. Печать того, что ты мой сын. И вы знаете, мы на этой неделе произносили 28 главу из 1 по 14 стих, где как раз звучит такое слово. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя». Интересно, что это имя написано на всем Божьем творении, на всем живом. Есть в ДНК у каждого эта надпись. Но еще не все узнали, что можно принять оправдание. Еще не все отправились в эту дорогу, которая ведет к славе Божьей внутри нашей жизни, когда мы входим в славу нашего Царя по призванию и предназначению. И потому те, которые это обнаружили, те, которые согласились пройти подготовку, то Господь говорит – народы увидят, что имя Господа на тебе нарицается. Народы это узнают и скажут воистину, этот народ какой-то другой, этот народ какой-то особенный. Почему у вас глаза светятся, когда все плачут? Почему, когда всем плохо, вам хорошо? Что происходит? Друзья мои, потому что имя Господа на нас нарицается. И если ты это понимаешь, то с утра ты можешь поприветствовать Господа в своих клетках. В каждой клетке ДНК ты можешь сказать – приветствую тебя, Иисус, ты здесь. Ты со мной, Господь, ты же и Всевышний, ты же Творец, и ты же спасающий меня из всех трудных или затрудненных обстоятельствах. Так вот, когда Господь творил человека, и Он уже высвободил свое благословение. Друзья, мы сейчас посмотрим, как мы этот период подготовки проходим и к чему Он нас приведет. Дело в том, что каждый из нас – это человек, который уже был в Адаме, когда Адам получал благословение. Благословение Адаму, данное Богом, всем известно. И благословил их Бог и сказал им Бог – плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, призмыкающимся по земле. Друзья, кого нет в этом перечне? Еще раз. Обладайте землей, владычествуйте над рыбами, над птицами, над всяким животным. Человека тут нет. Нам не дано право владычествовать над человеком. И в чем суть начальствующих? Об этом Иисус хорошо сказал. Если кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугой. Если хочет быть первым, да будет всем рабом. Вот он показывает принцип служения. Он сам таким был, и он предлагает это для людей и последователей. Не владычествовать над судьбами людей, не владычествовать над их решениями, а помочь состояться, быть благословением для каждого человека. И этим самым он показывает, я уже благословил водами, но вот ваша сфера. Это все, что я вам дал в подчинение. И вот здесь владычествуйте. Но размножайте породу своему, и рождая на эту землю, и рождая сегодня, мы говорим о духе, чтобы люди рождались вокруг нас в духе. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя вам, сию будет в пищу. То есть таким образом говорит, если вы будете есть то, что само по семени размножается, вы тоже будете размножаться. Если вы будете есть то, что я вам дал в пищу, это сделает вас здоровыми, потому что баланс организма будет поддержан той растительностью, которую я вам дал в пищу. Когда Господь сказал Адаму и Еве это благословение, они стали соответствовать Ему. То есть это благословение их тут же сделало соответствующими. И таким образом, что бы они ни делали, оно теперь работало вот именно в этом направлении. Они могут размножаться, они могут есть и поддерживать баланс в организме. Но когда мы рассматриваем уже благословение, данное Иакову от Исаака, там уже несколько другая раскладка. Иаков сказал отцу своему, я Исаф, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань и сядь, и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. Пришел Иаков и говорит, я Исаф. Вот оно, так скажем, принятие благословения. Мы знаем всю эту историю. Но когда он пришел за благословением отца, и его мама так научилась делать, и он это делает, то на самом деле он не несет в себе правды. В данном случае он тут же подкладывает ложь. Тем самым, когда приходит благословение от отца на лживое имя, получается, что он благословение-то взял, а соответствия не пришло. И вот тут, друзья, внимание, благословение нам во Христе принадлежит, но когда мы не разбираемся с лживыми процессами внутри себя, когда на любую проблему, когда кто-то что-то сделал, мы не ищем внутри себя ответственности, а перекладываем на другого и говорим, вот если бы он так не сказал, я бы так не поступил. Вот если бы там мне помогли, я бы сегодня не оказался там, где я есть. Вот она лживая природа, поднимающаяся в нас, как у Иакова. Вот если бы, и потому я-то вот посмотрите, где мое имя вот здесь, и мне надо принять вот это благословение. А на самом деле, надо знать, друзья, кто ты есть, чтобы начался процесс нашего преображения, чтобы благословение у нас сработало на соответствие. Кем нам надо еще быть? Благословение – это авансовая сила для того, чтобы нам стать. Вот единственный раз, когда она не была авансовой, это Адам с Евой. Они выслушали, и они тут же стали таковыми. Все остальное благословение – это наделить силой для победы. Это наделить силой для роста. Это наделить силой для прохождения обстоятельств. Это наделить силой прощать. Это наделить силой преображать собственный разум. И Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, чтобы вы могли преображаться на уровне разума и каждый день это делать. И потому, то, что мы с вами можем сегодня, посмотрев на то благословение, да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные. Таким образом, он становится человеком, носящим благословение, в соответствие которого ему еще надо войти. Это, друзья, непростой момент. Я хочу сказать, что в этот момент, когда Иаков это слышал, сколько ему было лет, мы как-то подсчитывали. Кто из вас помнит, сколько Иакова было лет, когда он слышал это благословение? Около 70. Это так, друзья, на минуточку, что если кто-то скажет, мне поздно меняться. Никому никогда не поздно меняться. Мы можем сейчас, приняв благословение, сказать Господь, я принимаю и силу для соответствия. Я хочу туда отправиться. Дело в том, что мы с вами живем в такой период времени, когда вокруг нас есть очень много сигналов, сигнальных ракет, которые говорят, где мы с вами оказались. Потому что тогда, когда получил Иаков благословение, и уже пришел потом Исав, то он сказал отцу, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой, и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот оттука земли будет обитание твоего, твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь игоево свои твоей. И возненавидел Исав Иакова за благословение. И так, друзья, еще один момент несоответствия, когда мы даже не предполагаем, что, оказывается, благословение может вызвать ненависть кого-то в наш адрес. И в данном случае у Исава поднялась ненависть к брату и возненавидел. Не просто потому, что он младший брат, или там брат в принципе, а потому, что он благословение получил, а я его потерял. И знаете, что так же, когда мы начинаем активно двигаться в Боге, когда явление славы Божьей начинает расти, то может подняться что-то противящееся этому в виде зависти, в виде какого-то соперничества, в виде еще чего-то. И потому соответствие, оно будет постепенно в нас подниматься. Постепенно, друзья, то, что проходил Иаков, нам известно, какие у него были обстоятельства. Но ему надо было сказать, что он, Иаков, на момент, когда он оказывается перед трудной встречей с Исавом спустя много-много лет. И мы читаем это уже в 32 главе. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот он понял, что сейчас происходит что-то внутри него, что-то там ломается, что-то там меняется. Ему надо войти в то благословение, которым благословил его отец. И потому он говорит, дай мне сейчас это. И сказал, как имя твое. Вот она точка отсчета. Если за эти несколько десятилетий изменился ты, то ты сейчас назовешь свое имя правильно. И тогда он говорит, я Иаков. Я запинающий. У меня есть то, что меня запинало. У меня есть то, кого я запинал. Мое имя я знаю. Это моя суть. Да, я запинающий. И как только он это признал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Я думаю, что самые трудные обстоятельства, в которых мы оказываемся, мы там боремся с Богом. Мы пытаемся доказать Ему, что у нас правда. Мы хотим сказать, Господи, ну реши вот этот вопрос прямо сейчас. Потому что мне сейчас это надо. А он говорит, я что-то меняю внутри тебя, чтобы ты увидел, от чего тебе надо получить свободу. Я хочу твою подготовку, расширить твои пределы, расширить твое естество. И вы знаете, тот пример, который я неоднократно приводила, но Господь опять мне его ярко напомнил, это пример, связанный с Титаником. Потому что Титаник, знамение времени, друзья, это то, где мы сейчас живем. Титаник – это признак Британской империи, которая была на тот момент очень величественной и самодостаточной. И таким образом все газеты писали, что Титаник не потопляем. Но что произошло там в то время, когда Титаник, он получил сигналы бедствия, даже не бедствия, а опасности. За пять часов до начала аварии и трагедии он получил шесть сигналов о том, что впереди айсберги, впереди ледовое поле, надо скинуть скорость, надо прибавить бдительности. Но никто этого не собирался делать. Капитан Смит, который там плыл на этом корабле, вот Господь хочет показать нам через этот пример, на мой взгляд, очень яркую картину. Друзья, если лидеры, если вы в таком числе, если вы, за кем вы идете, не являют сегодня в ваших глазах может быть такой целостной картиной, что это люди, которые не сгибаемы, люди, которые никогда не проигрывали, люди, которые всегда, так скажем, на коне, лучше за такими не идти. Почему Иаков захромал тогда, когда он был изменен изнутри? Он получил признание и что-то это изменило. Но тогда, когда люди, как лидеры, которые, вот Смит, капитан этого корабля Титаника, он был призван именно как человек безукоризненный по всем статьям. У него не было никогда никаких поражений, но он, правда, и в бурях не был. И потому, если люди, которые становятся вашими учителями, либо наставниками, не проходили бури, то они мало что вам скажут. Если скажут теорию, может быть, эта теория сама по себе работает. Христос говорил, вы слова слушайте по делам, не поступайте. Но чтобы это слово имело вес, чтобы это слово действительно проложило дорогу, для этого нужно, чтобы каждый что-то в своей жизни прошел. Это не значит собрать все падения, нет. Но надо пройти ту дорогу, которую Бог тебе предназначил, и пройти искренне, пройти так, как ты это можешь сделать со своим Богом и говорить, Господи, вот здесь я понимал вот так. Но если ты хочешь, чтобы я изменил свой взгляд, покажи, на что мне его надо менять. Я не хочу просто ценности складывать в коробочку, я не хочу просто их, так скажем, разменивать на что-то, а я хочу сам измениться. Я хочу сам преобразиться. И потому капитан Смит, который не знал, что такое бури и айсберги, и его команда не проходило никогда тренинга на то, как спускать шлюпки, а уж особенно при буре. И поэтому, когда случилась трагедия, они даже шлюпки не умели спускать, они учились спускать во время стресса и паники. И тогда, когда наткнулся на айсберг Титаник, он не во мгновение ока потонул. Люди, которые в этот момент танцевали в своих местах там залов, в ресторанах, которые пили, которые радовались, потому что публика такая, скажем, сыновитая туда отправилась, они услышали этот удар, они его почувствовали. Но через мгновение они отложили эту тревогу в сторону и продолжали веселиться. И это продолжалось в течение еще некоторого времени, но они никто не предполагал, что через два часа или около того времени все практически эти люди будут уже на дне морском. Почему я говорю Титаник, знамение времени? Потому что самодовольство сегодня правит. Потому что самодовольство и самодостаточность сегодня говорит, у меня все хорошо. А Господь говорит, если ты хочешь, чтобы тебя трагедия не постигла, мне надо провести обработку тебя до того. Мне надо, чтобы ты знал, что будешь делать тогда, когда на весь мир что-то обрушится. Мне надо, чтобы у тебя уже были инструменты в руках. И потому ценность подготовки тебе надо увидеть сейчас. Тебе надо изменить свое отношение к моей подготовке. И тогда, когда ты проходишь через периоды, когда ничего не понимаешь, продолжай доверять мне, потому что я что-то произведу в тебе такое, что может быть что-то сломается, но родится новое, и вот это новое я назову Израиль, вот это новое я назову князь Божий, вот это новое я назову того, который пойдет из пустыни, опираясь на возлюбленного, вот не эту ночную, а прошлую ночную, Господь мне дал это слово из песни песни, кто это выходит из пустыни, опираясь на своего возлюбленного, друзья, Господь убирает все подпорки, и возлюбленная невеста, которая выходит из пустыни, которая опирается на своего возлюбленного, это самая большая ценность подготовки, когда мы все остальные костыли откладываем, когда мы даже свой опыт, который для нас ценен и важен, откладываем и говорим, Господь дай мне опереться только на тебя, и вот тогда в нас что-то меняется, тогда на самом деле глубинные процессы и ценности, которые происходят внутри нас, они начинают работать по-другому, и таким образом, когда происходил этот трагический период, дальше два корабля, которые услышали или увидели сигнал бедствия, первый корабль, который услышал, это был калифорниец, и капитан на этом корабле был человек очень осторожный, и потому услышав сигналы, или сначала узнав, что они попали в ледовое поле, он остановил свой корабль и сказал, мы дальше не идем, мы ложимся спать, и всю ночь мы будем спать, а это случилось вечером поздно, ну даже не так поздно, пол восьмого вечера, когда они это обнаружили, и они легли спать, но тут радист сказал, что есть сигнал с Титаника, проснувшись, капитан говорит, не может быть, чтобы Титаник потонул, это, наверное, просто они также остановились тут недалеко, и мы видим их сигналы корабля, что они там моргают, но на самом деле вряд ли, и они стали продолжать думать о том, что у Титаника все в порядке, потому что кто-то их на это запрограммировал, а они сами осторожны, и посмотрите, человек осторожный, а другом также думает, он также осторожно поступит, но еще один корабль, Карпатия, на этом корабле был Артур Ротстран, капитан, который человек благочестивый и молящийся, и когда к нему радист пришел и сказал, причем разбудил его посреди ночи, потому что это уже была ночь, это было уже пол второго ночи, когда он зашел в его каюту и сказал, тонет Титаник, сигнал поступили, он тут же вышел с каюты, и что он стал делать, он стал собирать вокруг себя людей, и вот оно, мудрое руководство, друзья, руководство, которое позволило тут же расставить врачей по всем палубам, создать условия и сделать не только каюты приготовить, но также и все помещения, которые есть на корабле, дать задания, чтобы их все приготовили, в то же время поставил офицеров на каждом трапе, поставил и дал задание, чтобы скинули канаты для шлюпок, которые надо будет цеплять, то есть он дал каждому свое задание, после чего он занялся самой большой проблемой, это льдом, он встал на мостик, позвал еще вперед смотрящих несколько людей, поставил на нос корабля по несколько матросов, и после чего помолившись, сказал, а теперь мы отправляемся, не сбавляя скорость, и это единственный корабль, который пришел на помощь Титанику и мог спасти тех, кто еще остался тогда жив. Что произошло на тот момент на корабле? Все плывущие на корабле были захвачены этим энтузиазмом, уступали свои каюты, помогали людям, перевязывали раны, помогали им восстановление, давали им горячий чай и кофе, то есть сделали все, что могли, вся команда, она была задействована. Друзья, вот что такое быть подготовленными и быть в дисциплине пред Господом. Я не знаю, какая трагедия, могу только представлять, ожидает этот мир, вы знаете, что затонувших будет очень много. И даже в церквях людей, которые могут оказаться не в тех шлюпках или уже даже не в шлюпке, цепляясь за нее, но Господь хочет, чтобы Его церковь, она была подобна вот этому Карпатии, вот этому кораблю, на котором написано Царство Божье, когда мы не будем спрашивать, а ты с какой церкви, а ты куда ходишь, а ты меня поддерживаешь или нет, а когда мы видим нужду и протягиваем руку, когда мы говорим, слушай, у меня есть что-то для тебя, я хочу тебя сейчас накормить, я хочу сейчас дать тебе эту пищу, я хочу дать тебе тепло и одежду, у меня есть Бог, с которым я имею отношение, я готов за тебя помолиться. Друзья мои, вот что от нас Бог сегодня ожидает и говорит, я тебя готовлю, я тебя готовлю, поэтому тебе надо научиться прощать тех, кто, может быть, очень сильно тебя огорчил, научись это делать, научись это делать, потому что кто это выходит из пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Кто это? Друзья, на кого мы опираемся сегодня? И когда-то я на ночной молитве прочитывал этот текст, не так давно, который, вот буквально на последней ночной, Господь мне его раньше еще дал, тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе, когда ты увидишь, и расширится сердце твое. Но не сразу, как увидишь, а сначала оно затрепещет. Друзья, трепет вызывают обстоятельства, которые мы не знаем, что они нам несут. Трепет вызывает ситуация, в которой мы не понимаем, что в ней делать. И когда наше сердце начинает трепетать, оно раздвигается, оно расширяется. И вот тогда, когда оно расширяется, говорит, я тебе покажу, ради чего все это. Вот для чего подготовка. Ты увидишь богатство моря, оно к тебе придет, и тебя не разрушат. Ты увидишь достояние народов, они к тебе придут, и тебя не разрушат, потому что сердце твое расширено принимать множество людей, потому что в сердце твоем есть сострадание. Ты не тот самодостаточный человек, который, говоришь, а я знал, что у вас все будет плохо. А вот ты тот человек, который, может быть, дед, уже и хромаешь, но ты через это поменял свою суть и стал с новым именем человеком. Я хочу сейчас прочитать для вас и себе одно письмо, которое, не знаю даже откуда мне пришло, но оно пришло, и Бог мне его вернул спустя несколько времени. И я его сейчас хочу прочитать и для себя, и для вас, в вершине этой сегодня проповеди. Письмо для тех, кто проходит подготовку. Я расширяю шаг пред тобой, и ты завоюешь новую территорию. Расширю верви твоих шатров и границы. Открою для тебя мои тайны, о которых ты раньше не знала. Руки твои укрепятся. Брань твоя будет побеждающей. В уста твои вложу огонь поедающий врага. Он не сможет устоять перед тобой. Не бойся, я уже одержал победу. Бесстрашно выступай на поле битвы с моим обоюдоострым мечом. Это меч, слово мое, уже вложено в руку твою. Совершенствуй навыки в его использовании. Ты будешь сдвигать горы и высекать пламя огня из скалы. Не спеши выходить из укрытия. Я формирую своих героев в тайне. Научаю их руки брани. Научаю их полезному. Ты никогда не сможешь забраться на гору, будучи неподготовленной. Время подготовки – очень важное время. В это время вся шелуха этого мира отпадает от тебя. В это время происходит шлифовка каждой грани твоего характера. В это время ты можешь проходить долину смертной тени, как пустыню, но не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы научиться побеждать. В это время я фокусирую твой взгляд на горнем. Ты учишься открывать свои глаза от земли, от того, что тебя окружает, от естественных вещей этого века и фокусироваться на мне. На том, что ты имеешь во мне, и ты учишься быть моей возлюбленной, дочерью или сыном. О, как же было прекрасно время твоего рождения, когда ты рождалась. Вот оно предузнал. Ангелы мои стояли в том месте. Они бесорадовались о тебе. Я познал тебя задолго до того времени, когда ты появилась в этом мире. Я уже тогда возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение. И уже тогда ты могла ощущать мое дыхание над твоей жизнью. Но тогда ты еще не знала, что это я. И сейчас, когда ты познала имя мое, то те тайные места, которые проходишь, для меня не тайна. Ничто не сокрыто от моего взора. Нигде ты не бываешь одна. Всегда твоя рука вложена в мою. Всегда. Каждый твой плохой день известен мне. На самом деле для меня он неплохой. Просто таким образом ты учишься следовать за мной, сокрушая свою плоть и отправляя ее на крест. И даже если ты совершаешь ошибки, то это этап подготовки, без которого ты не сможешь стать тем, кем ты есть на самом деле. Тем, кем ты уже являешься. Для меня ты совершенна. Не печалься, когда тяжело, когда тебя никто не понимает. Помни, твоя рука все еще вложена в мою руку. И так будет всегда. Вечно. Когда я смотрю на твое имя, начертанное у меня на ладонях, во мне поднимается всплеск любви и радости. Не печалься, я с тобой. Проблема в том, что так часто мои дети, когда обрушивается беда на их жизнь, ищут утешение на стороне. У других людей. Но они не получают его. Почему? Потому что все, что им нужно, научиться утешаться мною. И тогда их сердца будут исцелены. Тогда моя милость и сострадание, как восстановительный бальзам, будет излит в их души, и они будут восстановлены. Тогда могущество моей силы поразит врага и защитит их от падения. Когда вы ищете утешение в людях, вы требуете от них то, что они не способны дать. На какое-то время вы можете его получить, но оно не будет полным. И в следующий раз, когда придут проблемы, вы вновь будете испытывать боль и опустошение, а затем обращаться к людям за помощью. Но я дал вам своего утешителя, который всегда с вами и пребудет с вами вовек. Он и есть утешитель, который любит и знает ваши глубины сердца. Именно он способен достичь самых темных уголков вашей души и принести туда свой свет. Никто из людей не способен исцелять сердца, потому что, ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда Дух Святой утешает, Он всегда дает будущность и восстанавливает надежду. А еще Он дает силу прощать. Это как разбитый кувшин. Люди помогут тебе его склеить, но в нем будут микротрещины, через которые содержимое кувшина будет протекать. Но Дух Святой делает этот кувшин новым, без изъянов. И этот сосуд можно вновь использовать для того, чтобы наливать туда воду. И она не будет протекать. Потому что каждая трещина будет отреставрирована его могущественной силой. Все эти процессы делают тебя сильной и стойкой, способной дать отпор любой атаке врага. Этап подготовки – это поле, где ты тренируешь свой дух. В этом этапе задействованы все сферы твоей жизни. Но однажды он закончится. Твои мышцы будут укреплены. Чересла надежно припоясаны. Меч поднят высоко. Тогда, как только ты выступишь, враг побежит. Потому что он будет видеть меня, а не тебя. И имя мое, начертанное на тебя. Друзья, слава Богу. Я предлагаю вам сейчас подняться и сказать, Господь, я хочу выйти из пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Я хочу выйти из пустыни, зная, что ты проводишь эту подготовку с высокой целью. С высокой задачей. С которой ты точно справишься. Но помоги мне. Не мешать тебе. Помоги мне не усилить этот процесс количеством времени, потому что я буду сопротивляться. Но пусть количество дней, количество недель, количество часов, количество мгновений будет минимальным, максимальным. Но чтобы результат был доведен до конца. Небесный Господь, я хочу благословить каждого из нас, потому что хочу выходить из пустыни, опираясь на тебя. Драгоценный. Я благодарю тебя, Боже, за всякую поддержку, которую ты давал в течение этого времени каждому из нас. И верю, что будешь давать дальше. И нам нужны люди, нам нужно, Господь, внимание, нам нужна забота друг друга. Но то, что ты хочешь оставить единственным, на что мы можем опереться до конца, это ты сам. Пусть невеста твоя так вызывает к тебе, чтобы голос был услышан на высоте. Я хочу поклониться тебе, Господь, за каждый этап, который уже позади. Я не знаю, до какой степени ты уже сформировал нас, как твоих воителей, как представителей твоей власти, Господь, чтобы любой ранг нечистого духа, Он видел тебя в нас, чтобы подобие Сына в нас открылось через то, что мы и призваны, ты и предузнал, и предопределил, и оправдал, а теперь вводишь в славу возлюбленного своего Сына. И потому, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь, я верю, Боже, тебе и твоему Слову, и пусть все, что мы проходим, оно произведет великое благо. Великое благо, Господь. Я знаю, что у нас еще есть вопросы. Я знаю, что они еще будут. Но я благодарю Тебя, что у Тебя ответы. Я благодарю Тебя, что и Твои ответы, они к нам пойдут еще большим каскадом. Я благодарю Тебя, возлюбленный. Я благодарю Тебя, что мы можем сегодня сказать, не закончи подготовку на середине, доверши до конца, не оставь нас в пустыне, Господи, не оставь на линии смертной тени, но дай выйти из нее, дай выйти, потому что Ты накрыл уже трапезу ввиду врагов, потому что Ты посадил нас за эту трапезу и говоришь, если даже Ты их ромаешь, то Ты мой Израиль, Господь. О мой Иисус, Глорис. Боже, Боже, я благодарю Тебя, что мы отказываемся от любой самодостаточности. Нам она не нужна, если там нет Тебя. Господь, нам нужен Ты и Твоя зависимость от Тебя. Пусть она в нас возрастает настолько сильно, настолько, Господь, громко будет в небесных сферах звучать. Это Дух, издущий изнутри. Господь, мы хотим быть кораблем, может быть, не таким большим, как Титаник, но мы хотим быть тем кораблем, который Титанику помогает, который может спасти множество, множество, множество кораблей, которые могут оказаться на этом ледовом поле. Господь мой, о Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя за эти айсберги, которые уже позади и которые не разбили наш корабль. Благодарю Тебя, Господи, что Ты нас провел там И так какие-то мы видели, какие-то мы не заметили Но Ты провел рукой крепкой Как те ангелы, которые держали крышу того здания Господь, благодарю Тебя Что мы сейчас можем изливать свое сердце И говорим, Господь, дай нам до конца оценить период подготовки Да, он непростой Да, бывает душно Да, бывает невозможно чем дышать И не знаешь, где взять этот глоток воздуха, Господь Но я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, что Ты дышишь Тогда, когда у нас уже его не остается, этого дыхания Ты дышишь через нас И говоришь, а я с Тобой Моя рука с Тобой И я Тебя проведу и выведу и доведу до результатов Я ли доведу до родов и не дам родить, говорит Бог Твой О, Боже, благодарю Тебя, что Ты не заключаешь утробу Если пришло время родиться чему-то новому Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя, любимый, верный Пусть Дух Святой дышит и дальше Через нас и в нас Я благословляю сейчас людей, кому необходимо Принять статус покаявшегося и спасенного человека, Господь Благость Твоя пусть будет дана к покаянию Милость Твоя пусть будет производить это сам, Господь Яви себя, яви себя, яви себя в том, чтобы люди спасались Чтобы не уходили шлюпки незаполненными Господь, прошу Тебя, потому что шлюпка этого дня, она имеет места И я благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы каждый человек, кого это касается, мог это услышать сейчас Друзья, если есть среди нас в зале люди, которые еще не спасены Вы хотите, мы будем молиться за Вас Это возможность, чтобы Господь сегодня вошел в Твою лодку Чтобы Господь сегодня сказал Тебе Я буду с Тобой во всей жизни до скончания века Я не знаю, если есть такие люди в зале Чьи имена еще не вписаны в книгу жизни Опасно оказаться на Титанике Опасно оказаться на корабле, который сам потерпит кораблекрушение Я хочу, чтобы каждый на этом месте сейчас мог взвесить свое сердце Есть у меня стопроцентная уверенность, что я спасен Что мое имя вписано в книгу жизни Друзья, если нет этой уверенности, поторопитесь Потому что невозможно было остановить то Повернитесь сюда Что случилось с Титаником? С нами сегодня это можно остановить За пять часов до трагедии это можно было изменить Но потом уже надо было только спасение Я хочу, чтобы каждый, кто сегодня в этом зале И может сейчас взвешивая свое сердце Скажет, может быть мне стыдно выходить сюда Но знаете, друзья Стыд это не та природа, с которой надо вести диалог Если это стыд за грех, то в нем надо покаяться И все И стыд уже сменится на оправдание А если это стыд за то, чтобы сделать шаг к небесам То это не Божий стыд Убери его в сторону и скажи, Господь А я иду в Твои объятия Я иду в Твои объятия И вы знаете, что у нас здесь трапеза Нового Завета Без покаяния в ней нельзя участвовать Если ты человек, который сейчас не принимаешь В свое сердце такого решения и без покаяния То тогда и не прикасайся, оно тебя просто разрушит Это то, что не принесет тебе здравия и силы Но если ты тот человек, который сейчас готов принять Иисуса своим Господом И позвать Его на территорию своей жизни То это будет тебя созидать И молекулы внутри эти мостики Они просто запоют песнь освобождения Освобождение от греха Освобождение от горькой ДНК Которая наследственностью лежала на тебе как груз Господь готов это сделать сегодня Как вас зовут? Анатолий и Руслан Сейчас мы вместе с Анатолием и Русланом помолимся Потому что на самом деле молитва власти Она работает тогда, когда власть использует сам человек Вы знаете, что у вас есть власть в устах Или еще, может быть, до конца не понимаете Но иногда люди говорят Ну я сказала, не исполнилось Может быть, еще кому-то сказал, не послушали Может быть, духовный мир очень четко реагирует на слова И когда звучат слова, сказанные по решению сердца О небесной судьбе Вот здесь духовный мир не может не подчиниться И поэтому Господь хочет, чтобы сейчас уста произнесли эти слова Господь, войди на территорию моего сердца За человека это никто сделать не может Скажите, вы можете поспать за Русланом? А поесть? Так же вы друг за другом не можете сказать слова покаяния Это выбор самого человека Это возможность человека Когда мы можем сказать Господь, войди на территорию моего сердца И то, чего я сам не могу изменить, измени Мы знаем, как помыть руки, друзья Мы знаем, когда ноги наши испачканы Даже лицо, если испачкано Мы знаем, как его помыть Но как помыть душу? Как помыть сердце? Нет таких потоков на земле Которые этого смывают Но есть кровь Христа Которая омывает сразу Как человек его зовет на эту территорию Что вас сейчас ничто не смущало? Давайте закроем глаза И повторите за мной эти слова Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прошу Тебя Прости мои грехи Очисти меня От беззаконий праотцов Освободи меня От грехов юности моей Избавь меня от этого груза Который привлекает коршунов Который привлекает стервятников в мою жизнь Я хочу получить свободу от них Я прошу Тебя Очисти меня С темени головы До подошвы ног Освободи меня От цепей От кандалов Выпусти меня на свободу Я хочу, живя на этой земле Знать Тебя Как своего личного спасителя И я хочу сказать О вере в жертву Иисуса Христа Если ты видишь Что в моем сердце Не хватает веры Что эта жертва была принесена за меня Умножь ее во мне Да подари мне этот дар веры Что за меня цена уплачена Я принимаю эту цену В мою жизнь Я принимаю омытое сердце Я принимаю омытое мышление И очисти мой организм От всех шлаков И последствий Греховной жизни Я прошу у Тебя этого чуда Сверхъестественного прихода Небо в мое сердце На пьедестал моего разума Я отрекаюсь от планов дьявола На мою жизнь И забираю у него легальные основания Через это покаяние И приглашаю Планы неба До мельчайших деталей Пусть состоятся и исполнятся Намерения Божьи Обо мне Я признаю Что Ты меня сотворил Ты меня искупил И Ты знаешь Как меня преобразить Научи меня молиться Читать Твое слово Понимать Твой голос Во имя Иисуса Христа Аминь Поздравляю Вас Пусть Господь Станет Вашим путеводителем С этого момента И до конца дней жизни При любых обстоятельствах Разговаривайте с Ним Он готов Вас слышать Буквально на два слова Можете подойти к Людочке Вот сюда Друзья, мы с Вами сейчас будем Можете не садиться Принимать причастие И я хочу, чтобы мы Могли сделать еще Совершить одну молитву Мы сегодня уже молились Об очищении сердца Но Вы знаете, друзья Что для нас Это трапеза Нового Завета Я попрошу Вас уже сюда выйти Это трапеза Нового Завета Которая делает нас Причастными к чистому Самому благословенному Мощному Но Вы знаете, что в нас Есть нервная система И она нам известна Может быть не всем Как центральная и периферическая Их несколько, так скажем, вариаций Но то, что мы можем сейчас Говорить еще об одной нервной системе Где рождаются чувства Это то, что находится в нашем чреве Там есть это сплетение И сейчас я хочу, чтобы мы с Вами Могли увидеть одну картину Дело в том, что мы не источники Мы не можем просто так взять И омыть наш разум Вот сейчас я только об этом говорила Но мы можем встать под водопад Либо мы можем сказать Господь, Ты сказал, что у верующих Тебя Кто продолжит Как сказано в Писании Откуда? Из чрева Потекут реки Воды живой Из чрева Значит, именно из моего чрева Я могу сейчас увидеть, как течет река Может быть, она чем-то закрыта Какими-то камнями Какими-то булыжниками Может быть И вот как раз это мы сейчас И сделаем в этой молитве Чтобы Господь показал Насколько она уже свободно Во мне течет, эта река И пусть этот фонтан Сейчас пробивается Омывает наши мысли Омывает наши чувства И освобождает от любого шлака У нас могла быть горечь Сомнения Печали Обиды Различные страхи Что бы это ни было Пусть сейчас эта река смывает И когда мы это сделаем, друзья Мы подойдем к телу и крови Христа Прикасаясь Мы будем прикасаться И благодарить Его За то, что Он показал мне Внутри меня Эту картину И осуществляет ее Посредством прикосновения К телу и крови Иисуса Поэтому сейчас Это личный ваш диалог с Богом Это личный разговор И личные картины Которые вы будете видеть Пусть они вас очищают И омывают Потому что в разуме Источника нет Здесь Он И пусть Он пробивается И очищает наш разум Пусть Он освобождает Если кому-то может быть проще Представить, как вы опускаете туда Как в колодец Какую-то емкость Опускайте И делайте то, что будет Бог вам сейчас давать Как омытие Вместе со мной Сейчас давайте скажем Несколько фраз Небесный Отец Я благодарю тебя Что ты меня сотворил И ты знаешь мои чувства Насколько они ранены За эти последние дни Может быть месяцы Может быть годы Недели Часы Мгновения Но я не хочу с ними оставаться Я не хочу, чтобы раны Сопровождали меня дальше Трапеза Нового Завета Это право Это возможность Встать под твою струю Но ты сказал Что из моего чрева Текут реки живой воды Дай мне увидеть этот источник Который бьет оттуда И пусть этот фонтан увеличится Пусть он сейчас поднимется А все камни Проблемы уходят Во имя Иисуса Я принимаю решение Просить тех, кто меня обижал Дай мне на это силы, Господи И дай мне увидеть Как после каждого прощения Еще один камень Уходит из моего источника Я благодарю тебя Что объявляю прощение Всем обвинителям Всем огорчителям Всем врагам Дай мне силы Это сделать до конца И я хочу прикоснуться К трапезе Нового Завета Не в осуждение А в оправдание В очищение И в расширение Пределов моего сердца Чтобы твой источник Внутри меня Пробивался И тек в жизнь вечную Омывая мои мысли Омывая мои чувства Открывая мои глаза Открывая уши Я принимаю Все, что дал мне Отец Оно ко мне приходит Друзья, кто увидел источник Внутри себя Слава Богу Господь покажи тем Кто его еще не увидели Потому что это возможно Сейчас Молясь пред твоим лицом Отец Я благодарю тебя За эти фонтаны Которые поднимаются Один за другим Я благодарю тебя Что ты их хочешь сделать Не просто Поющими фонтанами Но и цветными Твоя радуга Отражается сейчас В этих струях Господи Благодарю тебя Благодарю тебя Любимый Что вы дети завета И потому мы стоим Сейчас перед трапезой Нового завета И говорим Хлеб сей Он был преломлен Для того Чтобы мы были целостны Боже слава тебе И я говорю Душа будь целостна Сосуд Который был разбит На мелкие кусочки Соединяйтесь Сейчас Божественным образом Соединяйтесь Соединяйтесь Пазлы Соединяйтесь Куски сосудов Целостность 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 Каждого сосуда Принимаем от руки Твоей Господь Я благодарю тебя Омытие Оправдание Все стрессы Вы лишаетесь Власти над нами Все стрессы Вы лишаетесь Власти над нашими Эмоциями и чувствами Над нашими мыслями Над нашими решениями Потому что Господь царствует И мы приглашаем Того Кто с нами был Все это время Боже Я благодарю тебя За эту чашу Чашу Нового Завета За кровь Изливаемую За нас Во очищение Воставление Грехов Я прошу тебя Чтобы ты не только Смыл плоды Греховной жизни Но чтобы ты Вложил отвращение Ко греху Каждого Кто будет прикасаться К этой трапезе Пусть придет Ненависть Ко греху Пусть правда От того что с нами Господь Иисус Христос Как вперед Смотрящий Слава тебе за это Слава тебе Слава тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Воздайте Слава Богу Друзья Прежде чем мы будем Сейчас подходить Я хочу чтобы Надежда Где ты Наденька Чтобы Надежда Могла сейчас спеть Песню Старый Крест Друзья Старый Крест Это действительно То что как бы Старое Но всегда новое Всегда целостное Всегда Является тем На что мы можем Опереться И потому хочу Чтобы мы сейчас Могли Слушать эту песню Подходить К тому Что уже готово Для нас Как накрытый стол Принимать Протягивая руку И не разговаривать Друг с другом Не подходить К первому ряду А проходить сразу На свои места Друзья Потому что это благоговение Которому надо дать Протеть через нас Когда мы прикасаемся И общаемся С вечностью Когда мы принимаем Жизнь И принимаем С избытком Дорогие мои Пусть наша Житейская тропинка Не обходит Старого креста И душа Как детская слезинка От пороков Станет Здесь Чиста Счастье Вдалеке Искать не надо Приходи к нему И ты Поймешь Вот оно Совсем с тобою Рядом Во Христе Исток его Найдешь Редактор субтитров На далеком холме Средь деревьев И скал Сквозь седые века Старый крест Простоял Миллионы людей У подножия креста Своё счастье нашли Там однажды был я Старый крест Старый крест Не броский Но лишь в нём Сила есть Сила есть Сегодня Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Открыть Небеса Между небом Святым И греховной Землёй Пропасть Злая Лежит Разделяя Собой Хочешь Верь Хочешь Нет Слушай Слово Творца Крест Единственный Мост От земли В небеса Старый крест Старый крест Не броский Но лишь в нём Сила есть Сила есть Сегодня Может он Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Открыть Небеса О, Иисус Дорогой На вершине Холма Сквозь Седые Века Я увидел Тебя На прозённых Руках Не застывшая Кровь А в прекрасных Глазах Божья К людям Любовь Старый крест Старый крест Не броский Но лишь в нём Сила 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 Есть Сегодня Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Открыть Небеса Старый Старый Крест Старый Крест Не броский Но лишь в нём Сила Есть Сила Есть Сегодня Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Открыть Небеса Алилуйя Слава Богу За открытые Небеса И за его победу Алилуйя Слава Богу Алилуйя Воздадим ему Всю славу Господь тебе Тебе Богу нашему Наши рукоплескания Тебе Тебе Господь Наше благоговение И почтение Наших сердец Тебе Иисус Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Отче наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое Жизнь мою Держишь В своих руках Мир вокруг На ладонях Твоих Отче наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое Жизнь мою Держишь В своих Руках Мир Вокруг На ладонях Твоих Тайное Желание В сердце Ты Своем Сокрыл Кто Увидит Воль Твою За вселенную Цепи Ада Разорвал Выкуп Смерти Заплатил Время Царства Твоего Царство Твое Пришло Да Будет Воля Твоя Да Будет Слава Твоя Да Будет Сила Твоя На земле Людей Я Твои Руки Господь Я Твои Ноги Господь Голосом Буду Твоим Чтобы Царство Твоем Пришло Да Будет Воля Твоя Да Будет Слава Твоя Да Будет Сила Твоя На земле Людей Я Твои Руки Господь Я Твои Ноги Господь Голосом Буду Твоим Чтобы Царство Твое Пришло Твоя У У У У У У У У О Зарства Саш Бо У Суз Пошлы Он У Ко Кресту руки пригвождены. Не могу промолчать о Твоей любви. На земле Тебе славу верну. Тайное желание в сердце Ты своем закрыл. Кто увидит вселенную цепи ада разорвал. Выкуп смерти заплатил. Время Твоего царства, царство Твое пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твое пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твое пришло. Дай мне быть Сыном Твоим, Господь. Сердце Отца для меня всех дороже. Буду жить, чтобы исполнить мечту Твою. Царство Твоё на земле, как на небе. Тайное желание, в сердце Ты своём сокрыл. Кто увидит боль Твою за вселенную? Цепи ада разорвал, выкуп смерти заплатил. Время царства Твоего, царство Твоё пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твоё пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твоё пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твоё пришло. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя. Да будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом буду Твоим, чтобы царство Твоё пришло. Господь, благодарим Тебя, что мы можем сейчас свои руки посвятить Тебе. Что мы можем сейчас Своё сердце посвятить Тебе. Что мы можем ноги Твои, Господь. Иисус, всех нас возьми в Свою дел. И веди нас Своими путями, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты очищаешь, Господь, для славы Своей каждого из нас. Слава Тебе. Благодарим Тебя. И благословляем имя Твоё святое. Слава Тебе, Господь. Можете не присаживаться. Я чувствую, что есть в зале те люди, которые переживают на себе какое-то несправедливое обвинение от людей, может быть, от врага. Что-то, что вы можете чувствовать, как какую-то ложь в вашу адрес. Это неправда, но вы могли в эти вещи поверить. Если есть такие, я просто хочу сейчас предложить сложить это у ног Иисуса. Сложить это сейчас и отдать тому, который заплатил за то, чтобы мы жили в истине. И также слово, которое я получила. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Я сейчас была за городом. У нас в саду очень уже много урожая яблок созрело. И вы знаете, ветви, они наклоняются почти к земле. И когда смотришь на них, думаешь, что вот-вот они сломаются. И Господь говорил мне о гибкости, о том, что когда мы доверяем, когда мы пребываем в нем, когда мы пребываем на нем, как на ветви, он сам, как добрый садовник, вовремя совершит все необходимое, вовремя даст эти подпорки. Сегодня уже говорили, да, опираясь на своего возлюбленного. Он вовремя совершит все необходимое. Нам ничего не нужно делать, кроме как пребывать в нем. Я хочу сейчас, чтобы мы могли закрыть глаза. И если, Господь, что-то можно, если можно поиграть нам, пожалуйста. И сейчас просто отдать Иисусу все то, что может быть, как какая-то ложь, какое-то ложное обвинение в ваш адрес. Или от людей, или просто от врага в мыслях. Просто слагайте сейчас эту ногу его. Отдавайте сейчас ему это. Господь, я благодарна Тебе, что мы можем, Господи, сказать, что мы хотим пребывать в Тебе. Мы хотим пребывать на той лозе, которая есть Ты. Мы хотим быть теми ветвями, которые приносят плод. И я благодарна Тебе, Господь, что Ты не срываешь нас раньше, чем нужно. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас совершаешь все необходимое, чтобы в нашей жизни пришла полноценность плода. И я благодарю Тебя, что всякий язык, состязающийся с нами на суде, Ты обвинишь. Господь, и мы можем противостать против любых козней врага. Я благодарю Тебя и благословляю Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Я хочу на это место пригласить семейство Смолиных, Наталью и Дмитрия. Можно вас сюда позвать? То, что я буду читать им, как обычно, или пусть станет для нас естественным, принимать и в ваше сердце, и в вашу жизнь также. Я не знала, дотянется мой микрофон до туда или нет, поэтому это сюрприз. Послание от папы. Дмитрий, ты тот, в кого я поместил свои идеи. Ты тот, кого я призвал реализовать каждую из них. Ты, как Давид, собираешь и подготавливаешь материалы и все необходимое, чтобы твои дети могли войти в ваш труд и построить место покоя для меня. Место исцеления и восстановления для многих вместе с вами. Я взращиваю в них мудрость и понимание, чтобы все, что вы передадите им в наследство, они смогли бы приумножить и развить. Ты тот, кто на деле являет веру и любовь ко мне и людям. Ты являешь пример любящего мужа и заботливого отца. Я размножаю и благословляю тебя и потомство твое. Мое благоволение идет впереди тебя и уравнивает путь. Замки снимает и двери открывает, чтобы отдать хранимые во тьме сокровища. Наташенька, ты та, кто может спустить небо на землю так просто, мягким прикосновением к самому уязвимому, нежным взглядом прямо в глаза, точным словом, исходящим из самого сердца, помощью и заботой. Знаешь ли ты место моего покоя? Оно в твоем сердце. Я прихожу в наш сад и наслаждаюсь твоими ароматными песнями. Я приношу прохладу во время жары, живую воду, когда ты испытываешь жажду. И когда проходишь долиной смертной тени, ты не боишься зла, потому что я успокаиваю тебя. В моей реальности нет времени, нет ни прошлого, ни будущего. Все как настоящий момент. Я вижу каждый фрагмент твоей жизни и нахожусь в каждом из них постоянно. Отдай мне твои заботы, отдай твои переживания. Для тебя я уже все совершил на кресте. Это скала, которая не подвигнется, это обещание любви, которая не изменится, независимо от того, что ты совершила вчера, сейчас или завтра. Я люблю тебя не за поступки. Я сотворил тебя для любви. Я сотворил тебя, чтобы любить. И чтобы ты, напившись из моего сердца, могла нести это дальше. Ты сможешь преодолеть все только силой моей любви. И тогда познаешь, еще глубже, чем раньше, что я твой царь, твой отец и твой лучший друг. С каждым днем я хочу тебя погружать в свое откровение о том, что я сделал для тебя на кресте, и этот список неисчерпаем. Ты будешь с каждым новым пониманием переходить на новый уровень любви. И этот путь приведет тебя в самую глубину моего бездонного сердца. Ты подключена к небесному источнику любви, и поэтому она будет продолжаться течь через мою кровь, омывая тебя. И на каждого, с кем ты соприкасаешься, выстраивая отношения со своей семьей, мужем, детьми, ты являешься на практике мое отношение к моим подаркам. Своё отношение к моим подаркам, а значит, и ко мне самому. А они отражают, как в зеркале, ту любовь, которую получили от тебя к тем окружающим, которых вокруг вас. Если хотите, что-то добавьте. Сколько у вас детей? Уже восемь. И это еще не предел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok